Продолжение следует... Welcome back to the stream. Сегодня у нас необычная игра, которая называется The Fall of the Dungeon Guardians. Поехали смотреть, что это такое. Еще раз всем добрый вечер, доброй пятницы. Ах да, еще кое-что я забыл сделать. Впрочем, как обычно. Раз. Два. Так, пока она там отдуплит. Послушаем великолепную музыку. Hello. Хотя чуточку ее потише надо будет сразу сделать. Так, общая громкость сотка. Вот так вот. Так, оно запустилось. Ах да, еще я забыл чат повесить. Так. Управление я фиг знает. Я лучше трогать ничего не буду. Пофиг. Настройки игры. Тоже лезть, наверное, не буду. Итак, что у нас начать? Новую игру. Музон топовый. Очень напоминает легендов Гримрок. Выберите уровень сложности. Вы можете смейте сложность в любой момент вашего приключения. Для этого настройки игры. Бродяга. Практически никаких трудностей. Вы будете только понять, как лечить группу, чтобы выжить. Теперь прицепт режима. Здарова, Сейперикс. Привет. Короче, никаких хлопот. То есть, следователь, вы должны немного быть осторожны. Даже если вы не знакомы с любыми играми, вы должны пройти игру. Но если вы играете без использования активной паузы, будет уже сложнее. Авантюрист. Вы должны допонять большинство механизмов игры, чтобы выжить. Но это можно все равно совершать осушенки. Без использования активной паузы, игра будет очень сложной. Вы берите этот режим, если вы новичок под землей стражей, но не новичок в тактических боях. И вы получите хороший тактический вызов. Без использования тактической паузы, игра очень трудная. Что же мне делать? Солдат или авантюрист, что же мне выбрать? Так, а что там дальше? Наемник. Вам придется освободиться и механизм игры, чтобы выжить. Вдольный, что совершить парашюбок за всю игру. То есть, в смысле, тут нельзя умирать, что ли? Вообще. Без использования активной паузы, прохождение игры становится невозможным. Пару ошибок за всю игру. Мало того, что вы должны освоить все механизмы игры, чтобы не погибнуть, вы также должны найти все секреты, решить все головы, чтобы получить достаточное количество снаряжения, микстур, чтобы преуспеть в самых трудных поединках. Даже не думайте о в игре без активной паузы. И крестоносец. Без невероятной удачи или нескольких чудес вы, вероятно, не дойдете до конца игры. Даже если играете первоклассами. Тактические бои, но я не думаю, что я новичок. Давайте, солдат будет. Да, да, да. Там же написано, что в любой момент можно поменять. Темп боя. А что это такое? Подсвечивать предметы. Автоатака. Пускай все будет включено. Я пока без понятия, что это такое. А персонажи нам дадут создать? Тут же, я так понимаю, отряд будет как минимум из четырех человек, но, скорее всего, ровно из четырех. Здравствуй, ты виден в обранец? Верно, я ожидал тебя. Забирайся. Прошу подброшить для тебя, для твоей новой работы. До. Взгляни на солнечный свет в последний раз. Ты его долго не увидишь. Ужасен, нам предстоит довольно долгий спуск. Надеюсь, ты не боишься высоты. Итак, ты желаешь стать стражником, располагающегося внизу тюрьмы, верно? Прости, что задаю подобные вопросы, но мои глаза давно уже не те. Какого ты пола? Ах да, прости, как тебя зовут? Так я знаю, как меня зовут. Ах ты, падла. Чё несёт, а? Красивое имя говорит. Сразу вспоминаю свою свиню, которую звали так же. Кто гад, а? Чё? Чё? Ничего, прости, просто старческое бормотание. Не слушай. Ну, не стой молча. Кстати, какой расе ты принадлежишь? Человек. Это объясняет, почему у тебя такой... Эм, такие... Такие что? Ну, сразу портрет какой мне дали. Чё не говорил, что послышал с недоладника. Кем ты собираешься работать в тюрьме? Дали. Стражником, конечно. Люблю, знаете ли, рубить по этому палачу. Я здесь всем помогать, поэтому целителям. Я буду, наверное, стражником. Так и думал, двойничный вид сразу тебе выдает. Похоже, сострадает невероятным количеством предрассудков. Они, например, заules, но я и в Ministry of Health mill на vale. Команагайн представляет. Того, для вас ещё есть. Сергей, Juliet. Дисглейт. Команагай, я виден. А вот ты, свежий новобранец, наконец-то Я, смотрите, в тюрьме хотел лично приветствовать тебя Наслышанно твоих подвигов Блин, я только первый раз спускаюсь в данж Какие подвиги? Ты про Legend of Grimrock, что ли? А я шучу, просто услышал, как спускают лифт Тем не менее, я уверен, что ты никто отличаешься от своих умеющихся у нас стражников Давай иди за мной, покажу тебе покой стражи Хорошенько отдохнешь, а завтра первым делом назначу тебя на работу На работу И поднимай свою ленивую задницу Наконец-то ты проснулся, ты только проспал полномасштабный бунт Все узники сбежали, все 15 Даже не спрашивай меня, как Я был слишком озадачен тушением огня, охватившего мой кабинет Несомненно, здесь творится что-то неладное, поэтому я должен покинуть тюрьму на лифте Но я не смогу позволить узникам уйти Лифт на месте, поэтому, вероятно, они сбежали через подземелье И знаешь, я впервые взглянул, тебя увидел лидера, настоящего героя Поэтому назначаю тебя главой отряда перехвата Какое должно быть везение, чтобы провести на работе всего лишь день и уже получить повышение Не беспокойся, я оставлю тебя наедине со всеми этими узниками А, не оставлю Может, если бы еще троих придурок Купс имел в виду еще троих героев, как и ты Сислаем Мяющих Настражников, которые будут сопровождать тебя в твоем непростом задании Давайте настроим, конечно же Хил, дамагер, дамагер Так Мужчина-целитель-некромант Темный эльф, мужчина-целитель-друид Полурослый, женщина-целитель-ц Чего? Мне хил нужен, в принципе Человек-целитель-некромант То есть они предлагают для танка Хилая двух дамагеров, да? Мужчина-воем-наемник Защитник Так, а портрет можно поменять? Нет, портрет, видимо, нельзя Так, а че дальше? Или мне нужно два танка? Один хил, и два дамагера Я фиг знает, какую-то игру играю Давайте попробуем так Один танк Один хил Женщина-маг-элементалистка Дамагер Ну, пускай так, да? Так, а кто-то еще есть? Может, тянку какую-нибудь на... Самое А вот, создать стражу Человек Пускай будет женщина Госпожа А, слушайте Как минимум, один хил и танк Как же ее назвать-то? Я знаю, как ее назвать Она будет Целительницей Друид В основном используется кляния, Которая лечит С течением времени Священник и правительство Узнала поддержку танка Лицей и серьезных хранений Также лечит своих товарищей Когда необходимо Некромантка Так Пускай она вот так будет выглядеть Хотя тут блондинок особо нет Так, окей Выбрали Дальше у нас дамагер И мак Ладно, пойдет Не будем заморачиваться Только можно имя им дать Какое-нибудь Так, подождите Я же ее уже выбрал А, тут можно два одинаково Давайте Создадим стража Пускай это будет двор Мужчина, как и было Зовем его Поехавший Он Разбойник, да? Мужчина, как и было Женщина Маг Элементалист Ирис Зовут Ладно, короче Сойдет Мне устраивает Ирис Просто имя нельзя написать Хотя давайте попробуем Опять же Эльф Женщина Назовем ее Как бы ее назвать-то Назовем ее Няшка Окей Она мак Элементалистка Возьмем ее А портреты Те же самые Выбрать не из чего Все, начать Так, а что у нас есть? Входим влево-вправо На клювы Вращаем Вот, я так и сделал Примерно так у меня и есть Сохранить игру Сохранить новый слот Поехали Так Там что-то было написано Я не успел прочитать Че? Еще раз Да ем На слой, который Установлю 95-94 Коману Бонус Шанс Снижать 5% Как его взять? А на сумку положить? Так, я вижу Рычаг Какой-то На стене А я достать До него не могу И тоже, естественно Вес есть Перегрузишь инвентарь Будешь еле ползать Так, что это? Хлебушек Блин, куда ты его выбросил? Дурак Ну как теперь мне его взять? О, ну взял Кинул хлебушек Не достать Не достать Не достать Не достать Никак Теперь Так, карта Не найдена карта Для этого уровня Эй, сейчас я думаю Самое время Познакомиться Друг с другом Куняшка Я дамагер Не сомневаюсь Что у нас все получится Привет Я поехал Шуя Эта магера Надеюсь У нас все получится Надеюсь Тут имена будут часто фигурировать Здорово Я Самос Я Хил Эх Мы трупы Здравствуйте Ребята Я Леха Я танк За скринил Самос Что-то Как-то Не особо Верит В себя В качестве Хила Судя по тому Что я сложности выбрал Она слишком высокую Для ознакомления То Мне Будет больно Прилетать Надеюсь Нас из-за меня Не убьют Слишком быстро Не знаю Все им закончится Надеюсь Лучше Если вы будете Стойко упалать Мои приказы Я уверен Что все останутся живы Давайте вот это Выберем Мы верим в тебя Ого Спасибо Ладно Идем Эй Босс Тебе нужно Опустить рычаг Иначе Мы можем Уйти из комнаты Так Ф5 Работает Ф5 Работает Отлично Так Карту Надо переставить На тап Потому что Я постоянно Оттыкал на тап И ее смотрел Опасные преступники Корольства Были заключены В этих стенах Теперь они все Сбежали Запрет Запрет Названо Посторонним Ход запрещен Цифрикс А ты играл В какие-нибудь игры Этого жанра Карта Сама не рисуется Серьезно А ты играл В нее А может быть Это можно Выставить Чтобы она Рисовалась Блин Я вот В легенд оф гримрок Я проходил Там есть выбор Рисовать карту Или нет А тут выбора Даже нет То есть Тут Тут что Надо самому Сразу рисовать Ладно Ладно Прорвемся Кафакил Можно брать Или тут все проще Тут надо найти Саму карту Это оружейное Точнее все Что от нее осталось Увы Здесь не осталось Ничего Что могло нам пригодиться Поэтому Не будем терять Здесь время Тем не менее Я нашел меч Так Инвентарь Что за меч У тебя Качество Мусор Урон 7 Урон 8 Так А у тебя Есть что Нибудь Урон 7 Вес 1,5 Кг Так Похоже Здесь может Что-то Держаться В смысле А что Идти Теперь не могу Никуда Ни влево Ни вправо Что произошло Я что Заморозился Что-ли Никакие кнопки Не работают Так А почему Я не двигаюсь Что произошло А вот Теперь могу Буду двигаться Так Ну меч Мусора Его брать Смысла Я не вижу Так Возможно Его куда-нибудь Надо вставить Дишейра Здорово Игра Называется The Fall Of The Dungeon Guardians Ничего не происходит Скорее всего Все эти мечи Полные шлака Собирать Смысла нет Да Я вот тоже Так думаю Поэтому Надо порог Попробовать Все Как его снять А за рукоятку Логично Что надо За рукоятку Ты издеваешься Что-ли Платай Вставляй И ничего И ничего не произошло Какой-то Неестественный Огонь Боюсь Что так Мы должны Идти Так Я не могу Ударить По ковру И срезать Нет Кабинет Кабинет Смотрителя Самый Самый первый этаж И уже Тупняк Какой-то Так Ладно Что у нас тут еще есть Отсюда мы начали Что-то В клетке Лежит Что там Записка С текстом Хочется полежать на ладочке Время Что произошло Что-нибудь хорошее Мне бы это удалось Есть смысл ее брать Управление 10 из 10 Нормальное управление Нажимаешь кнопку Поворачиваешь Нажимаешь Поворачиваешь Нажимаешь Вперед Двигаешься На одну клетку Вперед Так А что за заклинание Быстрое исцеление Перезарядка 6 секунд Стоит мана 16 Щит Праведника Защищает цель Поглощает 42 урона Ритал установления Мгновенно Останавливает всю вашу ману Понял Запускает стрелу льда Наносит урон Обжигает цель Наносит урон Бросает магический нож Наносит урон Так А у нас что Создает волну энергии Которая Провоцирует угрозу Всех кровящих врагов Наносит урон А тут и лавочек-то нету На которые можно что-то положить Только вон на ту А вот на эту Может быть положить Давайте попробуем Лавочка только одна есть И ничего не произошло Окей Меч Кстати Может быть из-за того Что ничего не весит Бумажка О Что-то еще лежит Колечко Так Что за колечко нашел Ловкость плюс 4 Характеристики Ловкость 29 То есть он предлагает Ее Дворфу Поехавшему Ну окей Пускай ему Ща положим меч Так а тут я еще не был А тут еще куча лавочек На которую можно положить Может самому надо лечь Ну ладно Все узники сбежали Нам нужно поспешить Если мы хотим Настичь их до того Как они выберутся Из подземелья Или до того Как сожрут существа Живущие в нем Перспективы так себе Что первая Что вторая Я могу сразиться с бочкой Там лежит записка Которую мне не достать Это основная камера Где срезалось большинство узников Если хочешь смотреться Просто зажми правую кнопку мыши И двигай ее Чтобы передвигаться Ты можешь также использовать клавишу Дополнительной клавиатуры Именно 4, 5, 6, 7, 8, 9 Так Я хочу разбить бочку Ну и в чем дело Муравьи идут Один из-за беды Я не хотел тратить ману Я хотел Танком своим ударить Не совсем я понимаю Так, покушать-то А, тут еще голод есть Наверное В гримроке был Так, а как же открыть Вот эту клетку Наверняка где-то Скрытые кнопки Я пока еще не умею Их отличать Вот это что такое И факелы тут Руди нельзя носить Пока что Это еще самое начало Так что я думаю Мы разберемся Нажим Просто ударить Казалось можно Есть спуск ниже Окей И это все в пределах Этого же этажа А нет Это спуск Наверное Какая-то объективная причина Заставляющая нас Спустить Этот нужник Так, смотрите То есть мне подсказали Что я рано С этажа ушел Но я не собирался уходить Я чуть-чуть Не до конца осмотрелся Как-нибудь Можно скастануть Заклинание Фонаря какого-нибудь Ладно, я думаю Что меня еще научат То есть какие-то причины Есть посетить Посетить этот нужник Какой-то И Не вижу никаких причин Он посещает Тут нет ничего Идем дальше Где наш первый моб А вот и первый моб Черт побери Скелет Пробрался в тюрьму Ладно Атаковать его Наведи на него курсор Щелкни Левую кнопку мыши После чего нажмите Значок в виде Двух скрещенных мечей Или же просто щелкни По нему правой кнопкой мыши Перед атакой Удостовяйся Что выбраны все члены Отряда Если ты не так Нажми на значок В виде Четырех фишек После этого Будут выбраны Все члены отряда Да Обратите внимание Что под это Выделены члены отряда Золотые балки А в Легендов Гримрок Надо тыкать каждым Тыкать Блин И в этом В Стоункипе В который я играл До этого И ачивка Тут надо просто Зажать кнопку Чтоб бить Не надо тыкать Похоже У смотрителя Все пошло Не по плану Ну да Еще как Не по плану В любом случае Это никак не скажется На нашем задании Как и на выбранном Нами пути Теперь из-за этой Смертельной ловушки Только один выход Ладно Идем Так я Нет Яму я не могу Так вот К примеру Я не хочу Бить всем Я хочу Бить собой Так Мы нашли Покушать Еще была Какая-нибудь Хорошая Возможность Класть Вещи В инвентарь Двойным Кликом Чтобы Вот так Не тащить Ее в сумку Каждый раз Так Да Ему должность Новая Понравится Возможно Мы с ним Еще встретимся В виде Какой-нибудь Нежити Так Кастуй Боже Это только Целая тьма Ладно Теперь самое время Выбор Нажать пробел Он помогает Во время Сложных битв Поскольку позволяет Нам оценивать Время Тем самым Дает возможность Тщательно Распределить Способности Которым Хотите Воспользоваться Вы можете Иметь до Трех Способностей Для каждого Члена Отряда Если Не выбрано Ни одной Способности Нет готовой Способности Используйте Стандартный Атак Время Перезарядки Для особенностей Составляет 6 секунд Это означает Что между Двумя Способностями Будет произведено 1-2 Стандартной Атаки Очки Каждого Члена Отряда Отображены Слева Если Портрет Находится Слева Или Справа Если Портрет Справа Итак Сейчас У каждого Члена По 2 Способности С опытом Придут Новые Кроме Того Не забывайте Как только Цель убита Можно переключиться На следующую Цель Правых Некомыш Так Танк Что-то Не танкует Почему-то Бьют Моего Бумага Отлично Кажется У тебя Получается Теперь Ты должен Научиться Использовать Меня Как Танка Что Означает Что Моя Работа Может Влекать Врагов На себя Для Этого Используйся Моими Первыми Возможностями А я Как Хиллера Должен следить За здоровьем Танка Разумеется Дамагера Когда Все плохо Атакуют Их Враги Персонаж Которого Атаковал Враг Портрет Подкрашен Красным Цветом Враг Которого Атакует Персонаж Достаточно Близко Для Ответной Атаки Портрет Персонаж Будет Подкрашен Оранжевым Так Так Что-то Лежит Кольцо Ей Что-то Кольцо Сила Воли Минус Ловкость Но Плюс Сила Воли Что такое Сила Воли А Инвентарь Тут Общий Давайте Блин Ловкость Минус Это Плохо Естественно Что такое 50% Это Что такое 150 Что Это Что такое Что такое Оф Ещё покушать Покушать и восстанавливать ХП Скорее всего Параметр Параметр Голода Пока что Я не вижу Надо Зайти в инвентарь И глянуть Статус Голоден Нет Тут Такого Нет Значит Это Просто Типа Хилка У скелетов Взять Нечего А Колёсико Мыши Это Пауза Так же Как и пробел Вот Чего Игра Тогда Замерла Что Я паузу Нажал Так Ещё Один Упырь Достаем Да Двадцатку Кто-то Выдал Получено Двадцать Два Опыта Чёртовы Скелеты Сбросили Автоматическую Защиту Подземель Будет Не просто Протечить Все эти Механизмы Думаю Сначала Стоит Начать С этого Рычага Плюс тут ещё Многоэтажные Подземелья То есть там Как бы В тех играх Что играл Там этаж Это этаж Спустился ниже Это уже другой этаж Непонятно Я даже могу Убить сквозь решётку Обалдеть Причём ещё Время замедляется В бою Прям Булет тайм Такой Я нашёл Кинжал Плюс шесть Ловкость Хорошее оружие Интересно Кто его здесь потерял Нажмите Перетащить изображение На языка Чтобы добавить В инвентарь Потом нажмите Изображение Русского портрета Персонажа Которому Ходить Дай оружие Затем Перетащить Изображение Оружия В руку Дай сюда Думаю У меня она Отлично Подойдёт Так А где Я взял Минус шесть Ловкость Так оно Хуже Чем у него Невозможно Применить Оружие Время боя Рома Здорово Привет Добрый вечер Здорово Так Исследуем Данжон Всё До сих пор Первый этаж Хорошая толпа Для драки Ну что ж Поехали Чтобы они все Атаковали меня Начни с раскат Грома Потом попробую Прервать атаку Первой цели С помощью пинок Снова Используя раскат Грома Пойдёт Перезарядка Чтобы проверить На виде курсора На мой портрет Все атакующие враги Были подсвечены Фиолетовым Текущая цель Будет отмечена Розовым Если она атакует Меня И красным Если нет Чего Блин Тут нельзя Просто долбить Их И всё Враги будут Атаковать Наиболее опасные Персонажи Каждый атак Пугает цель В соответствии С нанесённым уроном Танк обладает способностью Внушать дополнительную угрозу Мои лечебные способности Будут пугать всех вокруг Поэтому танк должен Быть очень внимательно Следить Переключать внимание на себя Чтобы меня не атаковали Так А чё они не бьют Кажется Сейчас помрёт Хили его Плиз Не понял Хил Ты его лечить Собираешься? Уважаемая Товарищу Плохо Что-то как-то тут Странно Какие бои проходят Так Лёха Чуть не отъехал Хиллер Вообще не лечит Быстро На другой Заклянин Который лечит Цель Ну да Уж бои Тут действительно Какие-то странные Ещё более странные Чем у других Игра А вручную Прожимать способности Окей Будем так делать То есть я бил Автоатаками А не Обилками Да То так реально С копыть Это всё Понял Игра Я тебе Понял Поехали Всё-таки Способности Прожимать Тут надо Ладно Разберёмся Ещё упыри Стоят Воу Я так Я в этом уверен Что так и будет Я к этому готов Побег Раносилин к смерти Вернитесь в камеру Хе-хе-хе Да Только Можно поставить На паузу Ух ты Какой крутой Скелет Выглядит Сильным Кстати Если член отряда Потеряет всё здоровье То до конца Боя прорежит Бессознание Нельзя будет Вылечить Или оживить Так Я выбрал Да Кастани на него Ты В смысле А Раз Два Три А Очередь Можно поставить О май Куднес Удар Который Несёт 11 урона Бросает Нож Который Несёт Стран Вот эта Очередь Не идёт Вообще Трижды Пнём Его Потом Похиль Его Всё Сделан Всё Вот это Другое Дело Да Спасибо Нам Она Точно Понадлась Всё Разобрался Так Кто-то Ещё Орёт Музыки Опять же Нету Что Круто Так Пузырёк Пузырёк Мы берём Покушать То Хлебушка Кусочек Бутылочку Чего-то Там Сегодня Пятница Можно Ничего Ни в чём Себе Не отказываюсь Хлебушка Неужели Ещё Ни одной Секретной Стенки Не было Я Не верю Надо Просто Понять Стой Посмотр КД Бульш Да Да Я понял Разобрался Тептимист Ну В Базовом Механиком Боя Разобрался Я думаю Тут же ещё Будет уровень Надо же Как-то правильно Покачивать Запороть Прокачку Я уверен Тут её Можно Запороть Вол А ты в неё Играл Я так Понимаю Да Так А я могу Например Ударить Нет Ладно О Смотрите Камень Торчит Все стены Одинаковые С торчащей Кнопкой И решётка Закрылась Я понял Так Что мы делаем Кастуй На себя Кастуй На Лёху Кастуй На Гнома Понял А я ещё Сложность Воина Выбрал Да Большое КД Я понял Всё Так Одного Буш А нет Он ещё Живой Так Есть Так Вижу Щит Что ж Мы Делаем Положим меч На кнопку Чтоб дверь Не закрылась Классика И вот он Щит Смотрите Это явно Для меня Поможет защит Отряд Конечно Поможет А Это Камень Камень Можно с собой Взять Да Три Килограмма Весит Нафиг Он нужен Фелс Здорово Добрый вечер Привет Что ж Напяливаем Щит Вынос Плюс Три Вынос 161 Броня Замени Меч А они Все Отстой Они Все Не очень Мечи Пока что Я не нашел Ни одного Разраб Типа Чел Написал А ну Да Да Это Да Это Классика Но Меч Мне Все Рано Не Нужен А там Майнеры Что ли Были В Фелс Не Ну я Играл В Легенд В Гримрок Я В курсе Как будто Играть В этот Жанр Нашла Ето Ты там Это самое Нам то Ето Не присылай Ну да Кто то Кто тебе Скинул Это Что еще Сказать Вот и Доверяю Людям После Этого Так Я здесь Уже Был И Наверху Я тоже Был Еще Так Бригада Щит На Леху Щит На Гнома Щит На Себя Ты Давай Три Ты Критани Поэтому Критани Ты Пинком Вот Этого Так Баф Смотрите Помогает Жить То есть Тогда Я в бою Чуть не помер Норма Сживем Да Защита Долго Кастуется Кстати Очень А вне Боя Интересно Она Может Сказать Например Щит На Себя Заранее Эй Смотрите Что-то Валяется Надо Взглянуть Так Что же Это Колечко Еще Одно Нашли Сила Воли Выносливость Плюс Мне кажется Это Воину Надо То есть Выносливость Плюс Это То Что Ему Надо А вот Сила Воли Ему Не Надо Кому Я Отдал А Он Сразу Его Напялил Ок Это Что Зелье Сосиляет 50 очков Жизни Хорошо Понял Принял Поехали Нет Ключа В связке Где ЕТГ ЕТГ Я прошел На 100% Давно И удалил А вот И ключ Лежал В трех Метрах От Двери А где Ключ Не Понял Почему У меня Его Нет Ты Взял Ключ Связки Алло Да Он Пропал Может Тут Какой-то Спец Слот Есть Ну Вот У меня Ключ Есть А Его Не Надо Из Таря Вытаскивать Понял Не Надо Самому Вставлять В этой Игре Вот так Так Ладно Сейчас Разберемся Что это Бутылка Маны Что это Маленький Камешек Вот маленький Камешек Это полезно Я Не знаю Смысл Смысл Есть В замедлении Времени Вот Это Сюда Явно Вставить Что-то Круглое Надо Ах Ах Да Так Фиговенька Конечно. Так, тёть, лечи чувака. Лечи чувака, лечи его трижды. Ты трижды фаерболом, я думаю, скелеты хорошо горят. Ты трижды кидай. Самое, ты ботинком вот этого. Что такое вращание меча, это он автоатаками бьёт? Не понял пока. Так, что это? Камешек. Камешек светится даже. Петля ржавая. Тук-тук. Закрыто. Но по-другому тут не пролезть без урона, по-моему. Вообще никак. Но без карты очень тяжко. Очень тяжко. Сосиска. Хочу. Так, давайте почитаем, что она делает. Что делает еда. Исполняет 75 здоровья. Но пока что это вообще не нужно. Пока что мы справляемся. Понятно, что это тренировочный этаж. Все, мы раздали команду, теперь сражаемся. Отбегаться назад, я думаю, смысла здесь нет вообще никакого. Чтобы они не попали в себя. Ты сам ни в кого не попадёшь. Уклоняются от магических атак. Неплохо. Больно. Так, давай-ка еще заклинание. Трижды заморозь, ты ножи кидай. Ты давай с кулака бахай. Ты хиль его. Ну, в принципе, не надо больше ничего. Бей с руки. Отлично, я повысил уровень. Получил очко талантов, который нужно распределить в древе талантов моего класса. Чтобы это сделать, надо нажать на маленький плюс на моем портрете, открыв экран талантов. Затем нажать по любому доступному таланту. Наконец, нажать по кнопке принять. Давай бахни еще раз. Так, выпал еще один щит. Ох ты ж, е-мое. Тут как в Диабло. Три древа навыков. Защитник, наемник. Роль танк, дамагер, дамагер. Время применения 1.8. Основное оружие. Глобоко разрезает цель на сей 4-ю рунда. Открытое течение, которое на сей 16-ю рунда течение 9-и сей. Угроза высокая. Увеличивает уклонение. Вот это вот всегда хорошо. Уклонение это хорошо всегда. Правда, 2% всего лишь. Защитник. Может взять оружие. Все, кроме жезла, посоха, карпалет. Один из одного. То есть, это уже прокачано. Увеличивает шанс блока щитом на 7%. Это тоже классно. Это что? Снижает угрозу всех врагов. Повышает очки мана 22% от ваших базовых очков здоровья. Так мне интересно, мне надо быть фулл танком. Типа вообще фул-фул. Снижает весь получаемый урон на 40% в течение 12 секунд. Вот это круто. 13 единиц защиты. Увеличивает сопротивление. Увеличивает угрозу вашего направленного урона. Рейтинг брони. Ну вот это вот круто. Нужно что? 4 очка защитник. Есть ли смысл качать? Давайте вот это вот качнем. Уклонение это всегда хорошо. Блин, правда такое мизерное значение. Тут что, первый этаж это и есть весь данж? Тут нет других этажей? Так. Ключ добавлен к связке. Карта этажа, ну-ка. Оу май! Вот это да! Вот это то, чего я и хотел. Так, я хочу карту на таб поставить. Настройки. Управление. Значит, клавиши. Атака U. С картой сразу себя другим человеком чувствую. Эмбонитовые ключи спорили. На, yes. Мне кажется, есть смысл открывать всю карту. Так, что-то мигает. Не зря я сюда пошел. Еще щит один. Так, видишь, какую-то яму впал. Но я здесь уже был. А нет, не был, смотрите. Надо сходить. Или был. Сейчас просто карта по-другому. Ага. Первый этаж, конечно, большой здесь. Но я надеюсь, карта есть на каждом этаже. То есть, поначалу ты ходишь, ходишь, проходишь, открываешь куда бедно. Потом возвращаешься и доисследуешь. Так, понял. Тут яма сама по себе открывается. А что кнопка делает? Почему-то все три ямы открылись и не закрываются. Ладно. Кое-как я прошел. Как ты. Куча народу снова. Вот эта обилка откуда взялась? Я же ее не качал. Так. А у хила нет никаких других способностей, кроме хила, естественно. И бафов. То есть, не может он ударить даже раз. Скелеты бахнули первого. Мана, конечно, улетела просто со свистнями. Так, а полечи себя, тетя. Полечи себя. Мне кажется, баф надо в первую очередь на себя кидать. Защитный. То есть, она какая-то прям супер приоритетная цель для них. Похоже, что в крайнем левом столбце получается само просто за очки в ветке. Слушай, хорошая теория. А я могу еще туда залезть? Скиллс. Как мне посмотреть? Походу, никак. Щит. Сила, выносливость. А у тебя щит по умолчанию есть, да? Давайте наденем. Ты можешь щит тоже носить, несмотря на то, что ты метатель. Правление, да, хорошая идея. Сейчас посмотрим. Древо талантов. К. Ну да, тут нельзя вкладывать. И у всех такой. Интересно, у Целителя что? Хил, хил, хил. И все, три хил. Невозможно использовать во время боя. То есть, вот эта ее ветка, выбранная по умолчанию. Вот эта обилка, как бы бесплатно ее качать не надо. Лечит цель на 21 здоровье. На 18 здоровье. То есть, вот это больше лечит. Лечит цель на 25 здоровье. И 60% от этой суммы лечит вас. Увеличит поглощение урона от способностей щит правильника. Увеличит лечение способностей. Лечит цель на 15 здоровье. Она наносит половину урона. Это некромантия. Вытягивает души и лечит союзную. Вот это вот еще и с уроном. То есть, она дамажит врагов, вытягивает из них жизни. А я буду жрецом тогда. А у тебя, товарищ, что интересно? Поехавший. Ассасин, дуэлянт, рейнджер. Вот рейнджер это метатель. Но у меня, ладно, раз они стоят в первом ряду, я не вижу смысла делать метателя, который стоит в первом ряду. Это логично. У меня вот в Легендов Гримрок был чувак, который метал кинжал. Он стоял в зале. Можно было, конечно, еще лучника сделать. Так. Кинь на себя баф, кинь на него баф. И его полищи. Ты просто тремя фаерболами умашь, ты три раза мить не нужно. Дэдэй, это же Даркест Дэнджон, которая с киркой, да? С таким смачным звуком. Дум. Киркой долбила. Могильная воровка. Так, а как я лечусь вне боя? Мне просто интересно. Быстро достаточно. Так, это какой-то коготь. Коготь, по-моему, используется... Горн раковины. Это похоже на урон. Бдительность и выносливость. Давайте попробуем. Вот бьют тебя. А ты можешь и вне боя вылечить. Хорошо. А, вот. Восполнение маны, оно долго восполняется. Я понял. И это логично. Иначе в этом бы не было никакого смысла. Хотя вот сейчас такое произошло, как будто бы... Этот горн она куда-то выбросила. Вот где он? Я его выбросил? Смотрите, он исчез. Я просто на ее портрет притащил. Ну, что за дела, а? Охренеть, тут первый этаж. Может, использовал? Блин, не знаю. То есть он повысил статы, наверное, да? Навсегда. Одному кому-то. Так, надо сначала вот сюда вернуться. Как я понял, теперь срезку можно открыть. Зацепить. Что это за наручья? Так, по-моему, там цепь не тянулась. Я просто хочу вернуться назад и открыть срезку. Сюда-то я еще вернусь. Вот здесь по-любому же есть короткий путь. Так, вот-вот, чего я хотел сделать. Ребята, здоров. В общем, баф на него. Хил его, хил его. Ты ножи кидай, ты давай поджигай. Понеслось. Воу-воу, полегче. Так, а как мне очередь поменять? Агр? Слушай, да, я забыл. Агро сделать. Три раза огонь. Пожалуйста, продолжай его лечить. Так, жестко. Нас чуть не побили. А, я забыл наручья, естественно, надеть. Еще я что-то нашел. Так, смотрим. Сила, воля, броня. Ну, короче, раз мы танк, мы все за себе забираем. Так. Перчатки. Сила, ловкость, броня. А тут? Броня 17. Броня 51. Короче, перчатки мы себе. А вот это мы дворфу отдадим. Вот так. Почему все остальные смотрят? Они все должны атаковать. А, потому что вот что-то стоит. Все равно нифига не понял. Почему-то они не атакуют. Еще сосиска. Еще зелье. Отбирать предметы здесь неудобно. Надо прям встать на клетку, вот так вот камеру наклонять. Здесь я открыл почти все. Мне даже нет смысла. Так, вот тут, мне кажется, надо вниз упасть. Да, и мы получаем достаточно много урона. Стена выглядит странно. Один камень выпирает, нет? Вижу. И первый секрет. А где звук такой? Ты-ты-ты. Секрет нашли. Нету такого, жаль. А что за серая вот эта вот, что это значит? А, она просто не открыта была. Ладно. Есть ли смысл вернуться на предыдущую локацию? Пробежать. Зато хотя бы понятно, как выпирающие камни выглядят и что искать. Типа кусок камня другого цвета, и все. Что за морда? Да, это та, которая фаерболами стреляет. Не сильно продамажила, так что. Можно не париться. Я не стоял в углу. Камень выпирающий вот здесь находится. Но могут быть и в других местах, естественно. Может быть несколько типов выпирающих камней. Нам просто дали небольшой намек. Еще было бы здорово иметь миникарту. Чтобы не обращаться каждые пять секунд на карту. Но это, наверное, уже слишком... Слишком жирно. Надо сказать спасибо, что вообще хоть какая-то есть. И это все первый этаж. Офигеть. И тут, конечно, вся игра не есть один этаж. Так вот, что вот с этим... С этой комнатой? Почему вы так хотите, чтобы я ее осмотрел? А, тут тупик был. Тут был тупик все равно. Да, я проходил гримурок на хардкор. Или на улдскул. Я не помню, как он там назывался уже. Но проходил. Из в Тонкип я проходил. Там, конечно, карта вроде бы рисуется тоже. Но это даже с этим. Там без гайдов очень тяжело понять, что делать. Но я смог. То есть я играл три игры этого жанра. С Тонкип и оба Legend of Grimrock. И все замороченные, капец. Там есть такие загадки, что сидишь. Просто хоть стой, хоть падай. Так, вот это вот какой-то рычаг там. И там вот хлеб валяется, который я не могу взять. Сейчас будет большой огонь. Может быть здесь есть подсказка на то, в каком порядке положить вот эти вот мечи. Может надо заполнить все? У меня столько мечей-то и нет. Я сгорю, если подойду. Вау, знаете, это было не так уж и больно. Все ради того, чтобы открыть карту. Я ожидал гораздо большего дамага от огня, честно говоря. Ладно. Проверили. Там ничего. Может быть там в огне, конечно, что-то лежит. Так. Вижу комнату, в которую не пройти. Можно упасть вот тут. Нет, нельзя. Как-то бы надо спуститься туда, но непонятно как. Здесь спуска тоже никакого нет. Вот похоже на секретную кнопку. Но нет. Еще раз. Сюда, 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 сюда. Да, скорее всего это просто проход снизу. Все. То есть мы снизу там пройдем в этом же месте. Правильно и иду. Скорее всего сейчас будет финал первого этажа. Какой-то новый тип врагов нас встретит. Какие-нибудь доспехи. Рыцари, пустые. Классика. Который мощнее, чем скелеты. Так, вижу скелетов. А тут что? Ничего, давайте с ними лучше сразимся. Потому что они могут случайно нас преследовать. Баф на него. Баф на себя. Хил его. Ты бей ножом трижды. Ты бей трижды черепушками. Вот такие крутые скелеты. Мы уже пришли, ачивку дали. Я не думаю, что мы уже пришли. Так, тетя, ты, кстати... Достаточно больно тебе заехал. Так, ее сейчас убьют. Да, ее убили. Первый гуф. Давай ледяную атаку. Ты ножи перезаряжай. Ты давай кулаком долги. Так, тут же в конце боя она оживает. Но опыт она вряд ли получила. О, броня. Найс. Выносливость уклонения в броня. 99. Шикарно. Так, у тебя тут что было? Давайте гному отдадим. Или у него своя есть? Такая же. А у магов есть? Рейтинг брони 34. А тут сколько? 54. Давай, тетя, ты себе вот напялишь. А, она не может такую броню носить. А ты можешь? Тоже не можешь. Короче, это можно смело выкидывать. Собрать все в таких играх невозможно. У вас никогда не хватит массы. Поэтому. Опа. Какой-то крутой, смотрите, стоит. Там хорно. Как, черт милый, ему удалось вернуть свое снаряжение? Не знаю, пора вернуть узника живым или мертвым. Секунду, это отличный боец. Чтобы победить, тебе нужно кое-что знать. Нажми, попустите. Если ты хочешь выяснить свою самостоятельность, ты все равно сможешь проконсультироваться в журнале диалога позже. Ладно, советы такие. Он будет применять оглушающий свет, чтобы оглушить нас в пару секунд. Пока он будет бить нас смертельной атакой. Монументальный размах. Чтобы избежать преждевременной смерти, ни один из нас должен прервать его оглушающий свет. И нам остается только отойти перед использованием монументального размаха. Все будем живы и здоровы. А чем я могу прервать? А вот прерывает применяемую способность. То есть нельзя использовать ботинок. Ботинком надо прервать. 1200 жизней. Пока что он нас просто так долбит. А, так это его обилка резания. Я думал, это мои обилки. Вот эта вот желтая обилка, это его распарывание. Теперь я понял. То есть резание это обычный удар. Вот оглушающий свет мы прервали. Моментальный размах, он тоже, видите. Как раз, то есть оно опасно. Мана кончилась, кстати. У мага кончилась мана. Какие эпичные бои, конечно, здесь. Просто жесть. Почти победили первого босса в игре. Кстати, вот это был урон просто конский. Тетя. Так. Он что-то уронил, говорит, поехавший. Ключ. Где-то в комнате должна быть дверь. Какая-то рубаха еще выпала. Неудобно тут вещи подбирать. Так, что за рубаха? Выносливое парирование броня. Давайте отдадим магичке. Это кладется вот в этот слот. Окей. И она взяла уровень. Увеличивает поглощение урона способности щит. Увеличивает лечение способности. Повышает вашу поспешность. Буду качать исцеление. А еще взял уровень наш поехавший. Который ассасин дамагер. Критический удар способности быстро нас вызывает. Смертельный яд. Который на ст. 11 урона. Снижает уровень угрожи вашего направленного урона на 10%. Так, снижает угрожи урона. Но его пока что не особо сильно бьют. Также увеличивает вашу ловкость на 1. Неплохо. Давайте снизим угрозу. У нас появилась новая обилка. Совершающий прием. Поглощает все очки серии приемов. А я могу его положить? Да, могу, но... Так, это удалить надо. Требуется 2 очка. То есть... Почему-то оно подсвечено, но использовать я пока что не могу. Ладно, потом. Видимо. Первый босс уничтожен. Нам дали какой-то ключ таинственный. Надо искать туда, куда его вставить. В этой комнате больше ничего нет. А вот тут приходится ходить. И все стенки практически пылесосить лицом. Смотреть. Наличие вмятин, кнопок. Без этого не пройти. Рычаг с той стороны открывать эту дверь. Понял. За цепь тянуть нельзя, кстати. Пожалуйста. Проверил только что. Еще раз. Причем даже сам ключ в замок не вставляется. Меня это сбивает. А, еще ключ можно вытащить вторым двойным нажатием. Ачивка. Уровень 2. О, похоже мы добрались до второго уровня. Даже не думала, что пройдем так далеко. М, в смысле, проще простого. Вам кажется странным, что Горна забрался так далеко, оставив спиной умы созданий. И с ним должны быть еще 14 узников. Да, что-то не так. Надо выяснить, что именно. Это зависит от нашей жизни. Ладно, глядите оба. У нас нет выбора, кроме как идти дальше. Короче, 14 узников намекает на 14 этажей. Присел отдохнуть, скелет. Как это можно узнать? Ах, да. Опа. Курлык какой-то. Давай, баф. Себя. Хил его. Хил его. А, я не вложил очки навыков. Все, я понял. В смысле нет цели? А это что? Так, я могу прервать ударом ботинка? Да, прервал. Все, я понял. Я могу прервать атаки. Хранители хаоса второго уровня. Так. Кто-то еще на меня сагрился. С вам по-моему, здорово, здорово, привет. У нас тут Dungeon Crawler. Пока что все легко и просто. Так, а поехавшему я забыл качнуть обилки. Он так и с единичкой не вложен науку сражается. Когда же меня макхауса возьмет? Ужим. 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 Изя пошатан. Ужим. С него выпала какая-то корона. Наверняка нужно магу. Так, сначала мы вложим. А почему тебе сразу два очка навыков дали? Мне кажется, просто игра забуговалась. То есть можно еще сбросить даже. А я ее подтвердить не нажал. Вот теперь у него появился вот этот скилл. Все. Понял. А у нее появилась лечит цель на 23 здоровья в течение трех секунд. То есть это 21 долгое заклинание, которое лечит. То есть мне кажется, есть смысл даже... Смотрите, сколько места под заклинание. По идее это все можно проклацывать. То есть выбор хороший здесь. Я думал, что у тебя два только слота под заклинание. Оказалось, что нет. И это хорошо. Браток. О, Найдмар, здорово, браток. Добрый вечер. Мы тут разбираемся. Возможно, бонус... Да, кстати, возможно, бонус раз или класс. Они же тоже есть. По-любому. Открыли какую-то дверь. Экетаж второй. Сейчас я чеку поставлю в момент, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Решил по совету в StarCraft сыграть. И как? Как я понял, заигрался. Скажи же, крутая вещь. А, карты нет. Чего я тыкаю карту? Ее нет. Потому что второй StarCraft это тема. Какая-то странная кнопка. А, в правильном порядке надо нажать. Что за игра такая? Dungeon Crawler жанр называется. Прикольная вещь. С пошаговыми боями. С пошаговыми боями. Там ничего нет. Этот камень тоже как-то торчит. Нет. Я нажал, к минимуму, все кнопки по разу. Что это может значить? Тут важен порядок. Может, какая-то дальше подсказка будет? Потому что за этой дверью больше ничего не было, кроме как будто это вот все. Не знаю. В общем, можно будет сюда вернуться, но позже. Мы только что перешли на второй этаж. Да, тут порядок ходов есть. Можно даже очередь ходов выстроить. Так. Трижды ножом, парни. Ты хильни. Хильни раз. Хильни себя на всякий случай. Хильни его. Ты. Раз, два, три. Ты просто фаерболом бах и поехали. 107 жизней уже. Хранитель хаоса. Но пока вообще супер-изи, я думаю, будет. Без проблем. Получено. Няшка достигла второго уровня. У меня, короче, имена персонажей такие. Где мой отряд? Сырительница, самус. Глава отряда Леха. Танк. Дворф, поехавший. Ассасин-дамагер. И... Маг хаоса няшка. Маг-дамагер. Так, что это такое? Увеличивает базовый шанс критического урона. Понял. Критический удар с способностью огня шара в исполнении цели. Сокращает время применения с способностью морозного стрела и взрыв. Снижает затраты мана в способности ожог. Увышает на 7 урона. Ну, это все, смотрите, можно вложить. И можно тут же отменить. Так, что... А, наверное, когда ты прокачаешь, уже нельзя. То есть, я принял? Принял? Все, уже скинуть нельзя. Хорошо. Да, вообще нормально. Жаль, нельзя портреты сделать, как я делал в Legend of Grimrock. Свои фотки вставляешь? Нет. Епифана вставил. Свою вставил. Был отряд мечты. Короче, пока на исследование можно забить, пока карту не найдешь. Просто ходи и иди, куда идется. Пытаться посетить все смысла особо нет. Так, давай, тройной. Нет цели. Раз, два, три. Ты хиль раз. Хиль два. Хиль. Ну и себя тоже. Ты. Бахни фаерболом трижды. Ты просто метни. А как-нибудь можно сделать, чтобы время в бою не замедлялось? По-моему, оно не нужно. По крайней мере... Ух ты, какие. Пошли. Минус курлык есть. Так, давай кровотечение. Хотя это скелет, я не думаю, что оно работает. Трижды фаерболом бахни. Ты хиль его раз. Хиль себя два. Хиль его еще раз. Может быть, такая фишка игры просто, чтобы замедляйся в бою. Так, давай еще трижды фаербол. Ты трижды вот эту фигню можешь сделать. Давай кулаком три раза бахни. Ты еще вылечи его раз. Вылечи себя раз. Вылечи его. О, у меня сейчас убьют мага моего. Да, выпилили. Я даже не заметил. Так что опыт она не получит в этом бою. Такое ощущение, что меня и сзади бьют еще. Но я не хочу разворачиваться. Судя по звукам. Потому что какие-то дополнительные вопли слышно. Давай уже помри, гад. Фига себе. Маги и стреляют. Так, мы нашли какой-то шлем. Ну, сверху стрелять это, конечно, читы вообще. Да, какие-то там маги приперлись. Сверху поливают. Так, давай корону. Перегруппируемся, ачивку дали. Как же приятно, когда ачивки дают. Наверное, ачивку за то, что я во время боя ушел за угол и начал предметы бить. Потом почитаю, что они дают. Вот я могу их бить, вот этих сверху стоящих? Могу, смотрите, раз. А, могу все-таки. Эх, шо ж поделать. Эх, куда вы поперлись? Эх, куда вы поперлись? То есть, они со временем полечатся или как? А вот лестница наверх. Сейчас с ними разделаемся. Ох, ты ж, блин, сколько тут всего. Так, ну эта хрень не даст ко мне пролететь. Скелетом. Так, у меня, кстати, при смерти тетенька моя. Тетя, ты можешь хлебушка скушать, пожалуйста? Сейчас я могу в бою съесть хлеба. Нет, в бою нельзя есть. Я понял. Минус 36 урона, охренеть. Ты че, сдурел, что ли? А, это босс! Это очень крутой мок. Так, уклонение. 21 хп отнимает. Ты че, озверел, что ли, упырь? Давай-ка охладим его. Пожалуйста, вылечи тетю раз. Вылечи чувака два. И вылечи его еще раз. Мощный чувак. Так, ну он промазал. Блин, зараза, больно-то как. Еще бахай. Подкинь газку. А я пол хп ему снял. Куайп его сейчас почти убил. Да, сдох я. Мне кажется, он сейчас всех положит. Так, надо бежать. Пожалуйста, вылечи трупа. Цель без сознания. А как мне ее в сознание-то привести? Он почти помер. Так, ясно, с эпического монстра такого из боя я выйти не могу. 19 хп, конечно, хил такой себе. Да, трупы не лечатся. И нельзя, видимо... Ох ты ж, блин. Уходи, уходи, уходи. Так. Отхлебнул я... Да, он лечится. Но я в него тоже... О, воскрес. Так. Значит, возобновляем. Ты ему давай охлади. А мана кончилась. Зашибись. Так, давай ботинком бахнем. Полное хп, что? Вы что, серьезно? Ну, у него же не было полного, когда я подходил. Мне нужно полностью восстановиться в таком случае. Ну, этот чувак реально крутой. Я понял. Все-таки вышел из боя. Ладно. Так, сейчас я могу по вкусу съесть хлеба. Невозможно использовать во время боя. Да я же... А, точно. Да-да-да-да-да-да. Это логично. Я до сих пор еще в бою сейчас. Здесь вот угроза какая-то это есть. Вот теперь я вышел. Съешь-ка хлебушка, уважаемый. Так, лавненько. Встретили монстра, который нам не по зубам-то даже. Неплохо. Это было интересно. То есть, а других путей тут нет. То есть, его бить обязательно. Никак не избежать. Хотя, не, я вот куда-то пришел еще. Так, ты кто? А, ты тоже такой же? Блин, это тоже такой же. Так, кого он убивает первым? Он убивает первым вот этого чувака. Давайте на него щит. Щит на гнома. Щит на себя. Кидай ножи. Интересно, к чему у тебя уязвимость? Ни к чему. Есть прокачка, есть тут. Вот цель урона. 12 плюс 12 в течение 3 сек. Так, фаерболт бессмысленный, потому что нету цели окружения. Снова накинулся на мой урона. Нету! Так, а как отменить? Давай на него. Так, давай еще холодом его. Еще три раза нож митнем. Я не понял, на кого она накастовала вот это вот? Где щит? Я не вижу его. А вот щит есть теперь. Так, ботинком сбиваем ему ход. Хотя, смотрите, следующий ход очень быстрый. Блин, он сейчас опять убьет меня. А уклоняться бессмысленно, я понял. Одно хп. Офигеть, что ж он творит, а? Промах повезло, он бы его убил. Убил. Танк не танчит, короче. Дела не очень. Так, труп мы лечить не можем, поэтому убираем очередь. Лечим ее раз. Лечим ее еще раз, если повезет. Ну, материть, если она не сдохнет, конечно. Вау, отпинали кое-как. Новую рубаху нашли. Забираем. И ключ нашли. Еее. Есть даже смысл сохраниться на основное сохранение. Так, что дальше? Что за рубашка? А, вот он, рок сам напялил себе вот этот. Бдительность, выносливость. Это мусор, переложим в угол, чтобы она не маячила. Может, выкинем когда-нибудь? Кстати, вес почти забился. Так, а что этот рычаг открывал? Что-то где-то открылось. Картный нет. Продолжение следует... Я здесь был уже... А нет, я здесь был... Лучники... Почему всего 17? Четыре крутых лучника... Короче, что делаем? Сразу всех врагов! Ножи, тут фаерболы давай... Поехали! Так, они ее сейчас убьют! Ищи себя давай! Так, ботинок, хоба! Так, минус один... Фига, пол лица отъели! Жесть, конечно! Какая пошла сразу же! Еще один труп! Еще опять помрем! Так, давай отменить... Лечить его! Так, он опять помер! Да блин, да что ж происходит? Нашли наруч еще! Второй этаж и уже какая-то хард какой-то... А вы можете, мадам, надеть? Можете! Можете! Потому что твоя мана, тетя, восполнится гораздо быстрее, чем его жизнь... Поэтому ты уж... Добра полечи его! Как следует! Еще зелья... Вот эти зелья можно пить в бою! Это, конечно, круто! Три в инвентаре, три в инвентаре! Супертяжело! Но их надо экономить! Потому что, хрен знает, что там дальше будет! Дальше наверняка будет жесть! Так, тут можно упасть вниз! А нужно ли это? Так, это фигово, конечно, но... У меня нет выбора! Надо их долбить! Лечи его раз! Броню на него два! Броню на себя три! Ты тут фаерколами долби ты! Давай вот это... Делаем! Нифига они кританули трижды по ним! А почему каждый бьет свою цель? Вот это мне не совсем понятно! Я же, по-моему, поставил бить одну и ту же! А что это такое? Остановить атаку! Так, у этого жизни больше! У этого меньше, да? Походу, кто-то из нас кританул! Раз он так быстро отлетел! С 80 жизнью! Так, а давай завершающим ударом бахнем! И сначала мы накапливаем заряды! Там еще один отряд лучников! Здесь они за мной не идут! Так, момент, сейчас вернусь! КОНЕЦ У нас шо с такими буквами! А почему каждый? И еще один отряд в расширении! Так, а где? Так, а когда... 你好, я так и не могу! Это будет приемлемый! Так, это будет приемлемый! КОНЕЦ Продолжение следует... Здарова, бегемот, здарова, здарова, привет. Ты что-то знакомая? Dungeon Guardian, собирая называется. Я чиклу поставил. Точнее, уже выкипеть успел. Тактическая Dungeon Crawler игра. Достаточно сложно прям с первых этажей. Я цель выбрал. Давайте все бить одну цель. Как такая идея? Так, пинком сейчас собьем вам атаку. Атака сбивается только одному. Так, все битые. Тут еще поколонка хп такая маленькая. Может, конечно, можно интерфейс чуть побольше сделать. Так, давай завершающий атака. Он по тому, он бахнет. Двадцатка. Поиграл в Киберпункт. Мне очень сильно понравилась. Может быть, действительно неплохая игра. Кто и кто знает. Так, мадам лекарь. Можно, пожалуйста, полечить? А, нет, нельзя. Маны нет. Пускай у нас никто не помрет сейчас. Приверельдиван даже тебе понравился. Ничего себе. Вот это показатель успеха. Неужели у них получилось? Так, а вы щит можете взять, мадам? Нет, не можете. Короче, еще один useless предмет, который стоит выкинуть. Я просто не знаю, чем там вообще в этой игре можно заниматься. Ходить по открытому миру, разговаривать, убивать. Здорово, Лойсон. Игра называется... Блин, я забыл, как она называется. Сейчас посмотрю. The Fall of the Dungeon Guardians. Игра в жанре Dungeon Crawler. Создаешь отряд и пошел. Тактические бои, типа. И что-то мне прям с самого начала уже люлей раздают знатных на втором же этаже. Я, конечно, сложность выбрал среднюю из большого количества. Там их было штука восемь. Я выбрал среднюю. Боец. Уже очень больно стукают. Ну, я-то проходил... Нет, так и должно быть. Это жанр такой. Так, эта дверь открывается с другой стороны. Карты пока что нет. То есть тут нельзя рисовать карту, пока ты ее не нашел. Опа, секрет. Хороший секрет, который ведет тебя в тупик. А, вот. А, я смотрите, где вышел. Я вышел этажом выше. Точнее, этажом ниже. Или выше. Тут непонятно, куда ты идешь. Тут почему-то ты поднимаешься вверх. Обычно в таких играх ты поднимаешься вниз. И... То есть чем ниже, тем страшнее. Тут еще какая-то яма. Да, секрет. Нет, это возврат на предыдущий уровень. Давайте в яму упадем. Опа. Оказывается, здесь можно разбиться насмерть. Игра, кажется, зависла от такого. А если упасть в соседнюю дырку? В яму пошли. И загрузка долгая. Капец. Чего ты так долго грузится-то? Сейчас мне запишет, что я Team Vibe произошел. Наверное, в статистику. Или не запишет. Не знаю, можно ли туда попадать. Нет, это выглядит как шахта лица. То есть большая. Нет, они все такие. 10, 11, 10, 13. Вот это, да? Сейчас вернусь еще. Секунду. Так. Продолжение следует... 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 Так, там что-то блестит. Могу ли я взять сквозь... Да, могу. Сквозь решетку руку просунуть. Так, секундочку, еще раз. Какой рычаг вверх, это... Просто я не понимаю, рычаг вверх, это открыть или закрыть? Непонятно. Скорее всего, я наоборот все закрываю. Я здесь уже был раньше. Пипец. Попробуй поймить, что от тебя хотят тут. Вроде рычаги вниз должны быть опущены. О, бой. Так, приехали. Значит, три кулака, три ножа, три фаербола. Броню раз, хил два, хил три. Поехали. А они бить стали другого. Да, они накинули совершенно на другого персонажа. То есть это надо отменить. И лечить его раз. Лечить его два. Лечить его три. Теперь они перенаправились на другого. Теперь они фокусят моего воина. Интересно, почему. А, потому что он ботинком заехал. Все, я понял. То есть, когда начинают кого-то фокусить, надо ботинком по лицу. Прокачаться надо. Так не на кого. Тут, кстати, есть опция в два раза больше монстров. Что прикольно. Но ее, типа, до первого прохождения не рекомендую оставить. С оружием наголо дали ачивки. Дайте я хоть посмотрю, что за ачивки мне сегодня выдали. Интересно посмотреть. Нанесите суммарно 10 тысяч урона. Достичь второго уровня. Убейте 10 врагов. Убейте врага во время... А, убегите от врага во время боя. Пройтись по 1000 плиток. Убейте вашего первого врага. Пройтись по 100 плиткам. По сотням. Окей. Такие приятные ачивки, которые получит любой, кто играет. Практически автоматом. Так что давайте... Хил раз, хил два, хил три. Поехали. Карта, естественно, не показывает скрытые проходы. То есть, по идее, надо проходить вот так вот на каждую стену. Нажимать. А вот этот вот чувак опасен. Вот этот вот чувак очень опасен. Потому что это типа мини-босс. Три ножа. Броню на него раз. Хил два, хил три. Метай ножи. Скорее всего, он его к арганю резистит. Так что давайте полдом бить. Собьем атаку. Так, он почему-то переключился на другую цель. Ох ты, блин, он почти все хп есть снес. Ну, теперь он переключился опять на моем углу от героя, но он промазал. Так, добавляем два ножа. Да, за одно прохождение можно получить все. И это хорошо. Так, давай-ка еще холода накинь. Подлечи ее раз. Подлечи ее два. Подлечи его три. А ты добей. О, нож пошел. Тринадцать. Минус тридцать восемь хп, отлично. Так, ботинком бахни, раз. Лучше ножи метать, потому что кулак это ауе все-таки атака. Да, следующий удар будет похоронным. Пожалуйста, вылечи. Блин, падла. Да ковырять бы теперь как-нибудь. Минус шестьдесят пять хп. Минус сорок два. Минус тридцать шесть хп, сейчас и она отъедет. Ребят, надо добить. Блин, что ж все время кто-то да подыхает. Курлы, 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 курлы. Так, танку достается больше всех. Надо как-то получше его снарядить. Это что, омлет? Нет, это кольцо. Так, у нее колец вообще не было, так что пускай будет ей. Кое-как заковыряли. Так, похиль моего, меня, Леху похиль. Хотя можно хлебушку покушать. Так, а все ради чего было? Ради ключа. Где-то я видел замочную скважину. Теперь уже не вспомню где. Простукиваю каждую стенку, просматриваю игру. Где-то будет какой-то необычный камешек. Кстати, одна из первых игр, что я застримил, это тоже был Dungeon Crawler. У меня записи остались где-то локальные. По-моему. Так, броню на него. Хил его и пока больше ничего не делаю. Просто бей с руки. Ой, а там этот босс опять. Кстати, вот от него я, по-моему, убежал. Нет, такого пока, по крайней мере, в этом жанре я еще не видел. Такой наглости. Так, мне надо восстановить ману. Прежде чем сражаться с этим глазом. Леха достиг третьего уровня. Леха красавец. Так, сейчас мы Леху прокачаем. Уклонение на 4%. Увеличивает шанс блока с щитом на 7%. Увеличивает урон способности Раскад Грома. Это что? Это вот это, да? Но какой в ней смысл, если она первого уровня? Мне кажется, вообще нет смысла ее даже прокачивать. Хотя 50% это не слабо. Шанс блока щитом. Провоцирует ближайший фагон. Увеличивает рейтинг предметов на 10%. Вот это вот хорошие пассивки. Нет, это другое Леха. Шанс блока на 7% это круто. Следующий уровень еще плюс 6%. А шанс блока сколько? Блок же по идее весь урон на себя берет. Мне надо ману пополнить. Уважаемая, пожалуйста, пополни. А я в бою. Мне надо выйти из боя. Не надо ничего кастывать. Пожалуйста, выйди из боя. Вот все, что мне надо. Неужели я еще в бою? Я убежал настолько далеко, насколько мог. Все, убежал. Пускай ман отрегенится. И сейчас попробуем с ним тратиться еще раз. Тем более Леха взял уровень. Он перестанет дохнуть. Самым первым. Ну, в принципе, это роль танка. Получать урон. И дохнуть. В варике блок точно не весь урон поглощает. А там есть блок. У футменов, который... В Диабло тоже не... Вот во втором Диабло блок поглощает весь урон. В третьем нет. Его еще занерфили в Варкрафте, этот блок, недавно. В одном из недавних патчей. Так, мана полная. Можно выдвигаться. Выдвигаться к этому злобоглазу. И выписывать люлей. Так, что это мигает? Что это такое? Колечко. Найс. Поспешность. Поспешность надо вот этой тетеньке. Чтобы она хилила как можно... Быстрее. Так что про Старкрафт скажешь? Я прослушал. Или ты ничего не говорил? Там компания залипательная. Она вообще капец интересная. Так, могу бить отсюда? Да, отсюда бить могу. Давай на Леху броню и лечи его. Раз, два. Поехали. Внезапно она заехала не в того персонажа. Ботинком бахнем раз. Собьем его атаку. Почему промах? Еще раз, два. Добивающая атака вышла. Говорил, не говорил ничего. Продолжил играть. Не в парам миссии подходил. Ну так что скажешь? По-моему там компании по интересности на голову выше тех, что в Варкрафте были. По подаче, по постановке, по миссиям. Ну это же понятно, что она вышла гораздо позже. И делалась там всего одна компания за раз. Разные годы выхода. Кстати, он вообще в меня не попадает. Походу из-за ступеньки. Может быть просто из-за того, что Леха выполняет. Да, он вон ступеньку долбит. Да, вот я его долблю нормально. Мне даже лечить никого не надо. Давайте хилем раз. Ну Леха из-за того, что получает люлей, ему уровень быстрее всех идёт. Кстати, надо всех врубить. Ну а так-то 10 лет прошло, да. Так-то да. Капец, время летит. Я помню, у меня диск был ещё с этим, с временным, этой самой. Ловкость, выносливость, оценивание противника. Нужна ли тебе ловкость? Давайте, наверное, рыцарю Лёхе. А у него уже там есть что-то. Бдительность, выносливость. Ладно, пофигу, пускай так будет. Что это за балалайка лежит? Юбка. Штаны. Вообще по-другому выглядит. Так, Лёхе достается больше всех. Давайте штаны ему напяним. Бдительность, выносливость. Ну, я ожидал большего от штанов. Чё-то слабенькое. Так круто выглядели, и такие статы дают. Не очень. Так, находим корону. Ещё один ключ. О, булава лежит. Найс. Команды я не сделал ещё. Нет, не сделал. Ты понимаешь, что ты поехал, шибра? Так, это какой-то... Прекрасная... Пернач... Пласта скала. Урон 8. Урон 8. 4-3. 5-2. Силы выносили 200. Парирование. А, сила минус. А, это она отнимает всё. Хотя нет, подождите. Она даёт силу, выносливость, парирование, урона в секунду. И ничего не отнимает. То есть вот этот меч можно теперь выбросить. Ещё корона залатает, смотрите. Бдительность, сила, воли, выносливость. Кого у нас корона нет? У вас, мадам? У вас есть вот такое. А у вас, мадам, есть корону? Теперь есть. Всё, потихонечку начинаем надевать вещи на наш отряд. Сохраним игру на поехали. Полная карта. А, тут два типа карты. Смотрите, можно найти полную карту. А можно найти просто карту. Причём, как я понял, тут даже секреты показывает. Сейчас можно даже вернуться будет. Сюда и посмотреть. Что я там не нашёл. Почему? Тут кусок уровня для меня закрыт. Возможно, открывается с другой стороны. Возможно, просто я не нашёл секретную кнопочку. Не видел. Маленькую трубу. Да, вот она, эта стена. Причём, не факт, что кнопка будет именно на ней. Хотя, вот она. Вот прям очень. Этот рычаг я вообще не заметил. Но всё равно ничего не произошло. Нет, это не фальшивая стена. Я нажал на каждый её камешек. Её ничего не открыло. Возможно, с другой стороны открывается. Этого знать нельзя сейчас. Ладно, поехали назад. Эта дверь открывается с другой стороны. Там толпа народу ходит. Окей. В Легендов Гримроке был факел. Который можно было освещать свой путь. Ну, он постоянно гас и надо было ходить новые. Но когда там появилось заклинание, искусственного вот этого света, то есть у тебя получился перманентный факел. Который не надо постоянно обновлять, не таскать их в инвентаре. Они ещё массу накидывают. То есть скастанул заклинание света и ходишь. Удобно? Вот в этом проходе я не буду. Блин, это тут закрыто. Охренеть. Правила в играх подобного жанра очень долго понять не можешь, что нужно сделать, чтобы продвинуться дальше. А, блин, я не до конца дошёл в той комнате. А теперь надо вернуться, доисследовать до конца. Скорее всего там какая-то кнопка будет. Возможно лестница на второй этаж. Так, какие чуваки за решёткой. Они мне не страшны пока что. Визуально вообще от Legend of Grimrock того же отличить её игру практически невозможно. Другой инвентарь, разум, что атака. Прям игры-близнецы. Ребята внизу ждут замес. Так, кулаком по морде всем. Броню на него. Метай ножи. Метай фаерболы по площади. Пускай сначала броню пробьют, которую я с кустылал. Хорошее заклинание. Даже лечить никого не надо. Ну и опыта за них дают, конечно, по 16. Хотя там уже куча-куча тысяч надо до урона. Немножко не туда ты стреляешь, товарищ. Так, с них ничего не выпало. Проверяем. Выпал амулет. Дроп, скорее всего, рандомный. Шанс критического удара от 20. Уважаемый, какой слот кладется в этот? Ууу, найс. Хотя это больше танк, это дамагеру надо. Вот он пускай критует. Потихонечку заполняем слоты под предметы. Элент Фьючер, здорово. Игра, которая сейчас на стриме, улучшила много киберпанка. Мнения разделились. Киберпанк выглядит потрясно, а на киберпанк выглядит не очень. Зелье. Все ты. Все, что лежит, все мое. Все пригодится. Ты что, ради этого сюда шел? Вы что, прикалываетесь? Ради двух банок? Это что еще за... А, проход, смотрите, еще. Вот здесь. Наконец-то я на втором этаже, да? Или нет? Наконец-то я не понял. Что вот этим рычагом я сделал? Надо ли их вверх прокручивать? Ну, фиговое будущее. Понимаешь, что можно объяснить тем, что вселенная альтернативная и прогресс стал на месте. Гребаные капиталисты отказываются Теслы делать. И все тачки там такие, в общем. Деградация такая пошла. А, вот сюда можно спуститься. Ну, давайте. Прогресс остановился. А местных аналогов Илона Маска там нет. Либо они есть, но бухают. И не занимаются ничем полезным. Так, что-то опять непонятное происходит. Красная стрелка это что значит? На этаж вниз. Непонятно. Или наверх. О, еще амулет я не заметил. Убил тут кого-то из врагов и не заметил амулет. Давайте возьмем. Что за амулет? Выносливость. Поспешность. Ну, давайте Лехе отдадим. Леха, носи. На здоровье. Да, может быть он там и остался. И там же тем более один город. Понимаешь такое? Он может быть сам по себе отстойный. А другие нормальный. Так что это за вешалка? Может быть на нее надо амулет повесить? Нет, там амулет на нее повесить нельзя. Хотя, выглядела мысль вполне здраво. Так, Леха, вер? Точнее, не у Лехи сняли, а вот этого чувака. Ну, может там дальше будет, в Мегаполис. Вот такая игра должна была по Звездным Войнам выйти. Про Корусант, про нижние его этажи. Вот это был бы кайф. Но, увы, игру отменили. Я вообще от Крусанта тащу из Звездных Войнов. От нижних его этажей. Да и от верхних тоже. Колоритные места вообще. Колоритные персонажи. Где я оказался? Нет нужного ключа в связке. Вот, пожалуйста, второй этаж. Сколько можно исследовать второй этаж? Так, не, не, не сюда. Вот сюда, да? Сейчас вот сюда. Тут я не был. Е-е-е, может быть, сейчас что-нибудь найдем. Замечательный кипик. Как приятно найти в подобной игре место, куда надо идти. Бочки разбиваем. Там лежит покушать. Пожалуйста, атакуем, товарищи. И мы нашли... Что мы нашли? Бутылочку, бухла и хлебушек. Атакуем. Атакуем. Сосиску нашли. И еще хлебушка немножко. Покушать-то? Только не говорите мне, что это и все. Блин, ну камон. Эта комната просто склад. Как говорится, я художник, я так вижу. Мне кажется, на волне популярности будут выходить игры в подобном жанре. Может, по Blade Runner какая-нибудь выйдет. Но я вот хочу по Звездным Войтам, опять же. Могло бы круто получиться. К сожалению, в этой комнате вообще ничего полезного не было, чтобы продвинуть меня по сюжету. Никаких предметов, ничего. Можно потратить часы в таких играх на поиск того, что делать. Куда идти, что нажать, где что-то подобрать. Где-то кнопку не заметил. Вот эти вот секретные кнопки могут быть даже обязательными вполне. В Legend of Grimrock были такие головоломки, что потом сидишь просто охреневаешь. Как мне подняться наверх? Что с этими рычагами делать? Очень ждал выхода GTA 4, потом GTA 5. Теперь никакую игру больше не ждал. А как же GTA 6? Ее же делают. Я вот жду Айзека. Что это такое? Прикольный смайл. Сначала подумал, что это Джимс Бонд на Дэнди, которого терпеть не могу. Потом смотрю, вроде не оно. А вот тут что делать? Что это за кнопки в этой комнате? Смайлик обнаружили, за что и где и как. Где взять? Ну опять же, тут кроме бочек ничего интересного нет в этой комнате. Есть ли смысл информации? Куда я могу пойти? Что вот здесь? Как вот сюда попасть? Почему вот это перечеркнуто? Это типа сверху? Как мне наверх попасть? Где мне взять ключ? Может быть ключ в этих бочках лежит? В каком порядке мне нажать эти кнопки? Может быть с вот этой начать? Фиговая коллекция. Не фиговая. О! Другой звук был. Так. Я понял, смотрите. Жмем сначала вот это. Нет, 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 не это. Вот это раз. Это два. Непонятно, так. Нет, смотрите. Нажимаешь вот на эту? Нет. Жмешь вот эту. Почему-то сбилось все. Были звуки другие. Жмем эту. Нет. 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 Как мне теперь сбросить? Почему-то теперь вот этих других звуков нет. Вот, пожалуйста, замечательная загадка. Попробуй разберись. Что тебе хотят. Так, сюда раз. Сюда два. Сюда три. Сюда четыре. Фиг знает. Может быть мне на этаж выше надо? На этаже выше еще есть что-то неоткрытое. Вот это вот. Вот это вот помещение. Да, озвучка отвратная, я слышал. Голоса вообще не подходят. Потому что ты на экране видишь. Это просто фейл. Сразу же надо ее отключать. Прям сразу же. Потому что я посмотрел, вот кого они набрали, дилетантов каких-то на озвучку, просто кошмар. Вообще не подходят люди. Просто по знакомству набрали каких-то. Так, может быть надо закрыть вот эту дверь, тогда вот эта откроется. Может быть надо в окна что-то положить? Ну вот, смотрите, тут какой-то должен быть кирпичик. Так, положим камень сюда. Раз. Положим камень сюда. Да, камни можно кидать. Что позволит в некоторых местах нажимать на кнопки. Если кнопка может быть за ямой, камни пригодятся. В гримроке можно было как оружие метать. Можно было их много насобирать и швырять. Постоянного врагов. Тут такого, наверное, нет. Так, все рычаги должны быть опущены вниз. Скорее всего. Давайте попробуем еще раз удостовериться, что мы их все опустили вниз. Здорово, Firestar Sex. Добрый вечер. Привет. Хеллоу. Здорово. Хеллоу хай. Вот рычаг вверху. Почему? Пускаем рычаг вниз. Почему они все снова вверху? Ну, жесть, конечно. Второй этаж и уже такая жопа. Куда идти? Куда ползти? Ё-моё. Ну, что происходит? Может, конечно, внезапно сейчас вот эта вот решетка открылась? Как мне ее, блин, повернуть? Может, сюда что положить надо? Давайте камень положим. Нет. Все, никаких подсказок. Ничего. Что делать? Туда идти? Давай-ка ты как-нибудь сам, а? Ни рычагов тут нет, ничего. Сюда нельзя? Сюда нельзя? Так, а вот там что? Все рычаги, наверное, должны быть опущены вниз, потому что опущенный вниз рычаг означает, что он открыт. Как подняться на второй этаж? Где лестница? Давайте прикинем, где она может быть. Может быть, не зря мне открылся проход на этаж выше. Может быть, мне надо на этаж на первый? Там же есть еще неоткрытые места, и я с этих неоткрытых мест смогу попасть на этаже втором, то есть вернись к бэктрекингу. Давайте попробуем. Тем более, у меня на первом этаже вроде бы есть еще неоткрытая комната, и туда даже возможно пройти. Можно. Для этого мне надо пойти вот сюда. Так, еще раз. Куда? Прямо назад развернуться. Вот он, проход на этаж ниже. Да, почему-то я не могу. Вот там, в самом начале, есть проход какой-то. Да, вот этот почему-то недоисследованный. А, тут было закрыто. А, и тут закрыто. Камень. И все ради камня, вы серьезно? А, еще проход есть. Вот этот. Не заметил. И тупик-то, блин. Ну не совсем. Блин, тупик. И зачем? Так, что-то лежит. Что это? Зелень. Я думал, прохождение что дадут? Ради зелья все. Еще вон проход, туда не пролезть. Еще вот проход, и туда тоже не пролезть. На этом все. Больше идти никуда. Как сюда попасть, я так и не понял. Блин, пипец какой-то. А, это куда проход? По идее, если бы вот тут можно было упасть, ты бы зашел сюда и вышел бы где-то вот здесь. Не, понимаешь, если бы такая вот головоломка пошла бы с этажа с пятого, с шестого. Ну, блин. Второй этаж и уже все. Второй этаж и уже приехали. А, смотрите, вон. Кнопка, я ее только сейчас увидел. Пипец, видали, что делать надо? Она как раз в тени расположена, чтобы ты ее не заметил. Поехавший говорит, странно выглядит, как пристройка к тюрьме. Зачем же ее пристроили? Ну, нормально. Поняли, что делать? Так, бахни три раза кулаком. Причем, смотрите, какие-то в фиолетовых доспехах крутые. Так, бафни его. Ты метай ножи. Ты фаерболом бахай. Понеслось замес. Так, ты хильни себя. Так, одного убили. Крик на 21 неплохо. Мне нравится. В общем, выбили какую-то тунику. Выглядит, как царская. В инвентаре, смотрите. Выглядит, как какая-то бомжатская. Стеганая броня. Но, скорее всего, тянка ее использовать не может. Или у них такая же. Да, она точно такая же выпала. Короче, это все мусор. Это потом надо будет выкинуть куда-то. Она вообще не дает никаких статов. Она дает только один параметр, который ты не хочешь повышать. Это лишний вес в инвентаре. Так, вот эти уже со щитами. Кулаком бах. И раз, два, три. Броню на него. Хилить пока никого не буду. Посмотрим, кого атакуют. Он запарировал. Благодаря амулету. Так, мьют поехавшего. Нестойкий парен. Ударили легким. На нем еще броня висит. Я не понял. Я фаерболл вкастовал, а он не вылетел. Чего он так долго вылетает? Так, давай сбрасывай свой мультификатор атаки. Бам. На двадцатку. Так, красиво. Что это такое? Что это за шерикен? Что это за спиннер? Так, у эльфийки нету амулета вообще никакого. Ей. Талисман очень. Ей вообще нормас. Ей все в плюс. Красиво. Так, ну у нас новый проход. Это вселяет оптимизм какой-никакой. Замоченный сквадр. Нет нужного ключа в связке. Так, пометим. Ключ. О. На, yes. Блин, первый этаж оказывается гораздо больше, чем на первом деле. Опа. Вот это я знаю для чего нужно. Это настоящий донжен мастер. Чтобы наказывать слейвс. Давай, короче, броню на него раз. Лечи его два. Лечи его три. Так, давай фаербол раз-два-три. Метай ножи, а ты с кулака бахай. Классика. Поехали. Давай ботинком его вмашу. Переагай на себя. На 17 в крит. Сидим, ёпка, сидим. Жестко на этом, жестко. Что поделаться? На Дэнди трешаке было больше людей, да. А как потенциально интересная какая-то игра. Так, нафиг надо. Так, штанцы. Штанцы снялись, ребят. Смотрим, что за штанцы. Ловкость, выносливость, броня. Короче, никто не может носить эти штаны, как я понял. Кроме бойцов. Маги таких не носят. Штаны весят целый килограмм. В состоянии маги такие штаны на себе носить. Подбирать предметы неудобно вообще. Камеру постоянно выкручивать. Флакон критического удара. Отличный флакон. На боссах пригодится. На боссах все методы хороши, поэтому экономить надо. Тут хрен знает вообще, что от боссов местных ожидать. Первый, конечно, был не очень сложный. Ну, понятно. Опа, лестница наверх. Наконец-то мы можем вернуться на другой этаж, походу. Но тут был еще проход. Вот здесь. Вот здесь. И тут еще развилка. Какое-то стрёмное помещение. Атмосферное очень даже. Так, мне кажется, сейчас ловушка будет. Если я робу эту возьму. Так, что за кольцо? В этой тянке... А, ну ладно, пускай. И какая-то крутая роба. Прекрасная. Бдительность, сила, воля. Давайте. Это в какой слот она кладется? На место брони. Крутые вещи надеваем уже на персонажей. Что-то красиво светится. Так, там кто-то есть. И тени классные, динамические. Красиво вообще играю. Классно выглядит. Несмотря на то, что это супер вообще индия. В смысле, инди, инди, инди. Специфический жанр, который давным-давно умер. Но вот это вот, Legend of Grimlock его возродило. А это последователь, который тоже решил. Поехавший достиг третьего уровня. Найс. Сейчас прокачаем. Давай бахнем критон по нему. На пятнашку. Корона у поехавшего краснета. Наденем ему. Точно? Да вообще никакой. И вкачаем ему что-нибудь. Прокачаем. Что вот это такое? Успешный удар в вашей способности. Ужасающий шилы. Ударяют ближайшего врага пять. Так шанс угрозы мы лучше снизим. Мне кажется, вот это вот. То, что ты переагриваешь на себя могов. Это не очень круто. Могут очень стукнуть крепко. И отъедешь вообще. Для таких случаев у нас есть танк. Опа, еще ребят. С кирками. Еще три раза кулаком. Броню на него. Лечить пока никого не надо. Бахай просто огоньком. Десять, двадцать, четыре. Вот это уроны пошли. Первого скелета убили. Так, давай метнем в него нож на 16. Может быть как-то отключить вот это замедление можно в бою? Я просто не понимаю, в какой смысл так сильно замедлять. Деньги есть настройка какая? Малое количество работ. Не надо никого на него статистику отправлять. Интерфейс вверху, интерфейс внизу. Так, можно чуточку крупнее сделать, кстати. Большие иконки. Подсказка, ремонтку, что перезарядка в числах. Показывать график, показывать фпс, макро, что-то макро. Гринзамет. Хотя смысла в таком большом инвентаре опять же не так много. Какие-то перешакаленные просто иконки. Как в Ходсе, блин. Я не забуду, как игру выпустили, а иконки взяли из Варкрафта. Со старым разрешением. Ну, пипец, конечно. И они были настолько замылены. Карта для первого уровня. О, мы нашли карту первого уровня. Полную. Какой-то ключ нашли новый. Нашли шлем крутой. Кольцо какое-то. Поспешность 21. У кого у нас нет колец? Может, у тебя нет? Или у тебя? Все, вот у тебя теперь два кольца. Отлично. Стальной шлем. Куда ты шлем дел стальной? Вот этот только что, который я нашел. Где он? А, он его напялил уже. Шлем чемпиона медведя. Плюс два уносность. Плюс шанс атаки. Я забываю, что инвентарь тут у всех один. Не надо никуда перетаскивать. За этой дверью кабинет смотрели. Значит, у него был доступ ко всем особым камерам, через которые мы прошли. Очень подозрительно, да. А, это такой своеобразный срез. Здесь можно попасть назад. Через эту комнату подкоптить немножко свой зад. Ну, тут нет ничего. Тоже. Еще один замес. Три кулака, ножи, фаерболы давай. И тут они были мне чего кастовать. Лекарем. Отригенимся так. Это скелеты первого уровня. Они вообще визи уже отлетают. Хотя 40 хп умудрились отнять. А че она просто смотрит? Не капли жалостя, че. Куда? Так, еще какая-то роба выкуп. Какой-то меч. Рыцарский меч лебедя добавлен. О, он светится. И все лучше у него делает. Вот это вот все старое барахло, я считаю, что нужно куда-то выложить. Масса почти забилась. То есть сейчас придется менеджментом предмета заниматься. Все это выкладывать куда-то. Так, что это? Что-то нашли опять. Бутылка. Я вот немножко не понимаю, нафига вот это все надо? Все эти хилки. После боя, конечно, здоровье восстанавливается не так быстро, как хотелось бы. Но пока что его особо и не отнимают. Может быть это все на будущее? Так, возьми сосиску эту, пожалуйста. Какая же тут система подбора предметов не очень. И хлебушек возьмем. Кажись, все осмотрел. Все, валим. Все осмотрел. А в эту комнату с огнем, кстати, я не все осмотрел. В эту? Да. Все осмотрел. В эту? Продолжение следует... А, я аж ключ подобрал. Может быть, он подойдет вот сюда. Да, и он подходит. Удаляем отметку. Как ее удалить теперь? Правой кнопкой. Окей. Сейчас еще надо вернуться вот здесь, да, открывать. Потому что, когда ты попадаешь в комнату, тебе надо... Ткнуться носом вообще во все места сразу. То есть, то, что ты видишь глазами, не засчитывается на карте. Тебе именно надо вот в эту клетку встать. Ткнуться в нее носом прям. Только тогда засчитают. На верхний этаж мы таки попали. И открыли таки решетку вот эту. А зачем? Что это меняет? А, и решетка напротив открылась. Вот это круто. Хотя нет, я тут был. Блин, ничего нового не открыл. Я снова застрял. И снова я вернулся на этот этаж без ничего вообще. Что вот с этими шахтами делать? Что тут? Я попробовал упасть в эту дырку. Я пробовал упасть в эту. Я вот в эту пробовал упасть. Нет, не пробовал. Нет, это смерть. И загрузки очень долгие. Умирать вообще не рекомендуется в этой игре. Еще под конец загрузки он так и подлагивает, как будто сейчас зависнет. Неприятно. Так, я вернулся опять же на первый этаж. Зачем? Может быть, надо вот куда-то камешек скинуть вот сюда? Попробовать один из камней. Давайте сохранимся. Камешек я вот, конечно, улетел, но ничего не изменилось. Может быть, на какую-то колонию кнопка. Может, ее разбить можно? Может быть, как-то вот эту решетку открыть? И тогда можно будет навернуться в эту яму. Так, еще раз. А вот здесь что? Какая-то странная комната. Да, вот здесь. Мне вот тут сказали, что что-то очень подозрительно выглядит вверху. Что это может быть? Обратите внимание, сказали. И что? Вот. Прямо тут есть дверь. Как к ней открыть? Может быть, они имели в виду, что кнопка где-то сверху? Ни сверху, ни снизу нет вообще ничего. Можно тыкать, перетыкать, затыкать все. Эта стена должна открываться. Как же это делать? Зачем эта дырка здесь? Приехали. Идти тут некуда. Рычаг где-нибудь в другой части уровня. Может быть, откроет эту решетку. Полный пипец. Я снова на втором этаже. Клопок точно никаких. Жаль, что никто телепатией не обладает без них. Поворачивать вот эти вот рычаги, которые именно. Или веревку хотя бы закинуть. Нафига вот эта вешалка. Тут летает. Была секретная комната. Эта дверь не открывается. Стоп, может у меня ключ есть? Блин, да когда вы издеваетесь. Давайте сделаем пометку на карте. Ключ солнца, типа. Похоже на солнце что-то. В эту фигню можно что-нибудь засунуть. Слушайте, а что если я на вешалку повешу куртку? Например, может быть. Я давно хотел попробовать. Но я пытался амулет повесить на куртку. Где мне теперь будет вешалку найти? Даже полностью открытая карта не помогает. Очень понятно. Че от тебя хотят? Видно, что где-то не открыто. Но как туда попасть вообще не ясно. Вообще. Вот. Есть у меня одна куртка ненужная. Не вешает он ее. Пускай валяется. Вот эта плита выглядит так, будто тут можно сверху упасть. Так, а я вот тут не могу случайно вот эту стену открыть. Так, а тут что мне не позволяет открыть? Тут есть замочная скважина? Нет, тут рычаг с другой стороны. Купец. Похоже, без гайда тут не обойтись. Сколько там? Я уже 4 часа почти играю, я до сих пор на втором уровне. Может быть, головоломка с кнопками, вот это обязательно. Там ключ лежит в бочках. Даже в Легендов Гримрог были подсказки на свитках какие-то, что делать. В некоторых местах здесь вообще ничего нет. Что от тебя хотят? Что с этими, даже вот этими кнопками, что делать? Так, и там только жратва лежит. Нужно, конечно, все кнопки расколбасить. Нажмем 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вообще непонятно, что хотят. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Да ну, это невозможно. Что надо делать? Ну, зашибись, конечно. Я до сих пор не могу пройти этот этаж. Я хрен знает, что тут делать. Вот она, эта комната с какой-то стеной, которую уже сейчас типа можно открыть. Ну, блин, нифига не получается. Разработчики вообще понимали, что люди просто бросят, даже дело не в сложности боев, а вот это вот, вот это вот все. Что здесь делать? Как вот тут пройти дальше? Ну, как? Почему вот эта стена не отъезжает? А, я не там. Я не там. Давайте положим сюда какую-нибудь вот эту тряпку. И не падай, ляг в окно. Да, блин, ты издеваешься? Положи нормально. Пускай лежит. Даже физика, видите ли, есть какая-то. Вещи выпадают. Хотя там куртка будет лежать, я потом подумаю, что я там не был и ее не брал. Может быть, надо вот этих убить? Может быть, дело в них реально, надо их грохнуть? В смысле нет цели, а это что? Ну, они взяли, свалили, зашибись. Ну, тут какой дурак придумал вот это? Вот какой, идиот? Сделал сраный второй этаж, что входят сверху, и нельзя с ними ничего сделать. Наверх попасть нельзя вообще никак. И после того, как ты их встретишь, ты замедляешься раз в сто. Так, сейчас я еще раз попаду в эту комнату. Не ясно вообще, что тут делать. Ну, вот это должно открыться. Ну, как мне открыть? Ну, ударь-то систему, я не знаю, с ноги. Нет цели. Второй этаж, уже все. Уже нереально проходить. Потрясающе. Просто охренительно. Я с тонки прошел. Там и не такое было дерьмо, как тут. Это, смотрите, он пишется, где нужен ключ. Гляньте. Наводишь на ключ, тебе подсвечивает. То есть, смотрите, у меня есть ключ. Вот. А, это где он лежал, да? То есть, он тут лежал. А не где он нужен. Может быть, его обратно положить надо? А обратно я его никак не положу. Скорее всего, да. Это где ключ лежал? Угу. Куда идти? Куда ползти? Че делать? У меня открыта вся карта, ребята. Вся. Я вижу ее всю. То есть, никаких секретов больше там не будет. Нигде. Больше нет. Я их все вижу. Не все отображаются. Куда. Я так понимаю. Что вот тут было? Что тогда было? Вот у нас есть гигантский этаж. Пойди пойми, что хотят. Вот эти рычаги в каком положении должны быть? Хрен поймешь. Тем более, может быть, решение еще на верхнем этаже. Что нужно делать. Что нужно делать. Ладно, там, смотрите, на карте что-то отображается. Окей. Даже тут я пройти не могу. Может, сюда что надо выложить? Давайте выложим этот шлем. А, стоп, это на плечи, да? Нет, это шлем. Открывайся, зараза. Второй этаж? Все, приехали. Капец. Мне кажется, тут должна быть опция такая. Если вы блуждаете очень дофига времени на одном уровне, какая-нибудь хотя бы подсказка была, куда идти. Вот так, этаж гигантский. Вот что, где, хрен знает. Вот какая-то комбинация этих рычагов должна быть. Один вверх, один здесь. Вообще ничего не понятно. Чё от тебя хотят? Что вот это такое? Ничего. Это выход на предыдущий уровень. Мне туда надо, нет. Есть тут еще одна яма. Надо ее проверить. Все рычаги внизу. Пускай так и будет. Я пробовал их и вниз, и вверх. Ничего не менялось. Вот это вот место странное. Тут есть центральная яма. И она отличается. Смотрите, этот стальник. Может быть, ты в ней не разбиваешься? Или вот так, стоп. Вот это не выглядит, как я... Стоп. Вот это не выглядит, как яма. И еще ждать 25 тысяч. Вот это вот, вот это вот, за конец игры, идиотский. 25 тысяч часов. Пока она загрузится, да, блин. Как же раздражает уже. О, боги. Как же душит, падла, а. Вот хотел хорошую игру, она душит сразу же. Вот, судя по карте, здесь проход есть. Как этот лифт вызвать? Скинь эту хрень вниз. Теоретически я бы попал вот сюда. Как туда попасть? Как туда попасть? Вот это вот показывает. А что ты мне показываешь? Что тут надо сделать? Что я должен увидеть через вот эту вот решетку? Что? Вот что вы мне показали? Зачем? Я должен скинуть камень вот через эту дырку. Какие наэтмородеи будут? Что тут делать? Что я один думаю? Что от меня хотят вообще? За этой стеной тоже что-то есть. Да не надо мне эта отметка. Убери ее, идиот. Я не нажимал. Никакую отметку. Все, простукал. Я мой камешек хочу обратно ему взять. Блин, игра говна какая-то. Вот серьезно. Какая-то что? Там что, кнопка какая-то что-то? А там что-то лежит. Или что это? Нет, наверное, ничего там не лежит. Это просто камень такой. Может быть, туда надо камень положить? Да, вот я его положил туда. И ничего не изменилось. Может на потолке что? Абсурд. Две гигантских карты. Где ты что не сделал, хрен поймешь. Проиграть бы диалог этот еще раз. Может быть, камень кинуть туда надо? Я его выкинул или что? Да, я его выкинул, где он теперь. Вот. Тут проход есть. Тут крест. Что значит? Как попасть на второй этаж? Как туда попасть на второй этаж, а? Что за кака? Как мне в заклинаниях хотя бы света какого-то сделать? Я не вижу ничего. Что там увидеть я должен был? Треугольники где? Треугольник фиолетовый это на этаж выше или ниже. А красный наоборот. Треугольник. Так. есть три ямы, падаешь в любую из них разбиваешься скидывать вниз вещи пробовал, ничего не происходит закрытая, не откроешь ты никогда ее тут тоже не открывается, но есть какая-то вешалка, вот что с ней делать куртку на нее повесить нельзя, может меч повесить, где-то тут идиотизм выстрелить нельзя в нее дверь закрылась дверь открылась, ну допустим дверь открыта, ну допустим дверь открылась дверь закрылась дверь дверь ну дверь дверь правиль Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двухсторонняя засчитает 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 Так, может быть, зеленым пламенем что-то надо сделать? Может, надо что-то сжечь? Давайте положим тряпку вот эту. Нет, она не сгорела. Вот что я поверну? Там что-то... Там что-то сверху есть. Так. Просто случайно сейчас у бейса открыл. О, смотрите! Открылась какая-то дырка. Можно провалиться. Теперь нельзя провалиться. То есть, так, смотрите, тут какая-то дырка открывается. Есть ли у этажа выше комната здесь? Так, сейчас приставим палец. Я вот здесь. Смотрите, может быть... Вот здесь вот есть проход. То есть, надо как-то вот эту стенку вот отодвинуть. Ты как раз зайдешь в эту комнату. И через вот эту вот дыру провалишься сюда. Хотя, скорее всего, нет. Я просто закрываю проход, чтобы можно было пройти сверху. Ну как попасть наверх, а? Ну как? Ну что за бред? Таким образом залезть на верхний этаж. Какие-нибудь тут элементарно оденет лестница. Стоит вот так вот. Я ее просто не вижу. И вот тут то же самое. Видите? А что, если ключ у этих скелетов? И тебе нужно как-то провести их вот сюда, чтобы они упали через вот эти дырки. Как вам такое? Что, если ключи у них? И тебе надо как-то вот каким-то макаром провести их за собой, чтобы они у тебя дырки упали, и ты их мог убить. Гениально, да? А что? Вот что мне еще придумать? Идиотизм, конечно, полный. Так, проход закрылся. Ну не, вот действительно, ты открываешь весь проход, и они должны за тобой типа шуровать. Как мне их за собой телевести? Так, вот они. Так, ребята, я тут. Ребята, давайте за мной. Может быть, мне надо рычагами их? Смотрите, я сейчас... Не, не, ребята, не туда, вернитесь. А, они стоят. А, я их закрыл на балконе. Смотрите, теперь я их могу убить, они никуда не свалят. В смысле нет цели? Ты издеваешься? Вот тебе цель. Короче, я, кажется, понял, что надо делать. Сейчас я, возможно, их убью и через эту дырку наполу. Каким образом вы убежали? Это что, гонило какое-то? Что за кусок кала? Вот серьезно. Что за кусок кала? А, ну вот, дырка. Давайте сюда, падайте. О, давай, 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 давай. Теперь открываем. Они падают? И че? И че? Перемодозрители, пожалуйста, Ну, они сваливают. Они сваливают. Теперь я их зажал. Теперь я этих уродов зажал. Сейчас посмотрим. А если у тебя нет стрелков, если ты взял четырех воинов, например, то что тогда? Субтитры сделал DimaTorzok. Так, и чё? Смотрите. Лежит куртка, нельзя взять. Нет, идея сразу была неверная. Что можно их таким образом убить. Ну, убить их можно. Ну, вы не возьмёте то, что из них падает. Убить я их убил. Полезем в интернет смотреть, я устал. Часло от этого. Попробуем какое-нибудь текстовое прохождение найти. Что-то делать надо. Это просто кусок говна. Какое-нибудь текстовое прохождение. Как это вообще пройти? Короче, пишут второй уровень. Сложнейший из всех уже. Из-за лабиринта. То есть эти идиоты взяли и сделали сразу сложнейший уровень вторым. Чтобы все нормальные люди просто бросили эту игру и не играли в неё. Застрял на втором уровне. Любой нормальный человек застрянет тут на втором уровне. Звук колон «Хотт не застрянет Gey Катерана с Ох, не Катерана Да, тоже три часа бегал, чувак, пишет. Блин, как приложил чувак видео, но оно уже действительно интересно. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . На разгадку. Не. В стиме гайдов нет. Там вообще пусто. Там написано, что есть какие-то два руководства, но это вообще не то. да чёрт, ну куда ты упал, дебил? Господи, сейчас опять ждать загрузку полчаса. Не знаю. Вот хочется прям негативный коммент отставить игре. Вот написать, что разработчики покушали дерьма. Просто кушали и им нравилось. Здорово, Джош. Хреново. Настроение дерьмо. Играть дерьмо. Разработчики решили сделать просто супер крутую загадку, супер интересную, которую в состоянии разгадать только они сами. Так, а где эта комната с камнями теперь? Хрен её найдёшь. Этажи капец какие гигантские. Всё одинаковое. Ну по-моему вот она. Ну я уверен, что даже если я её разгадаю, это вообще ничего не даст. Вообще ничего. Просто ну дадут там пожрать немножко ещё чего-нибудь. Каких-нибудь предметов, которые вообще необязательны для прохождения. И хрен бы с ними. Зачем-то ещё можно закрывать решётки. Может быть это на более высоких сложностях оправданно, кстати. Где супер сильные мобы и... Как я вот в Legend of Grimrock играл на харде. Там... Там на харде, да. Тут эти двери закрываешь и открываешь только так. Чтобы хотя бы выманить парочку монстров. Потому что воевать со всеми... Вот самоубийство вообще. Ну это ж первая сложность. Как я оказался на этом этаже? Он вообще-то не тот этаж. Чёрт. Ну говно же. Играл бы в Cyberpunk. Да. В 10 FPS я бы играл. Было бы замечательное настроение. Ну я вот зашёл. В руководство написано. Самый сложный уровень в игре второй. Ну на хрена? Ну вот... Кому в голову? К какому гению это пришло? Чтоб люди рефант сделали. Вот реально. Заткнулся тут всё. Делаю рефант. Нахрен вот тут срань играть даже. Подсказки оставлять надо на свитках каких-нибудь на стенах. Хотя бы что от тебя хотят? Рычаги нажать. Скелетов этих убить. Я уже убил их. Непонятно как. Но я их там замуровал и убил. Не понял. Мне показалось? Какая-то мелодия запустилась. Ой. Нет. Мне показалось. Какие-то странные звуки они издавали, когда я нажимал их в прошлый раз. Я попробовал все комбинации возможные. Не понял. А что она открыта дверь? Я её открыл и ушёл? Как давно эта дверь открыта была? Я даже не смотрел. Пипец. Ну ладно. Посмотрим, что тут есть. Какой-то проход дальше. А. Тупик. Ну естественно. Хрен тебя не проход. Ну что это такое? Меч. Какой меч? Меч дерьма. Сила. Минус. Выносливость. Парирование. Урон. Давайте просто возьмём его, если что, выбросим. Так. Булава какая-то. Но это опять же, это всё никак мне не поможет пройти игру. Это всё хавка, которая в этой игре не нужна на этой сложности, по крайней мере. Ты можешь восстановиться вне боя. Пожалуйста, расскажите мне, что здесь где-то ключ будет. Так, что это? Что это за труба? Торчит из стены. Что это значит? Ничего. Надо собрать всё, чтобы тут ничего не блестело. Вот это вот надо сделать. Бей бочки. Жахни ауешкой. Жахни вот, пожалуйста, чтобы эти все бочки не убили. Тут только жратва и всё. Порадуйте меня, что здесь ключ. Тут еда. Нет, увы. Ну подними ты её, ё-моё. Ну как... Не поднимает. Невозможно поднять с этой точки. Надо повернуться, наверное, вот так. Вот. Интерфейс мешает. Так, и чё? Всё? А ещё вот бочки. Ну давайте. Пускай в них будет ключ или что-то. Что не поможет. Что здесь? Сосиска. Вино. Вино. Класс. Супер. Найс. Бомба-пушка, короче. Так, булава. Булава. Поспешность. Короче, булава тоже не очень. У меня уже гораздо лучше. Так. Вот. Я открывал её несколько раз. Вот этот звук был. Я её дважды открывал. Осталась она открытой. Сейчас я забежал, сейчас я это повторил. Ладно, открыл. Всё. Но это никак мне не помогло. Никак. Проход всё равно закрыт. Что на этом сраном уровне делать, а? В принципе. Всё. 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 Достаточно просто было бы выложить карту И отметить, куда тебе идти надо Все Это нормально, что человек сидит Я вот начал стримить, сколько, в восемь, уже пол первого Я до сих пор сижу на этом уровне Не враги проблемы представляют, не боссы Вот что делать, вот что надо делать Что вы в таких ситуациях делаете Вот что делать Так. Продолжение следует... 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 круто я прошел сквозь стену ничего не открылось и что мне честно загружаться полчаса потому что я потратил предмет я их по выбрасывал не знаю те кто решил эту загадку те в стиме радуется вау какая крутая загадка вау канаку да нет это говно собачье дерьмо игра заслуживает дизлайка только из этой параши да круто надо тоже сделать игру которую в котором уровень только я смогу пройти все больше никто а чё нет а чё нет так вот через эту стену я могу пройти потому что секрет был то есть секреты строго и обязательно для прохождения окей даже если так редко с ним так давайте сделаем знаете чё у меня теперь следующая теория все рычаги повернуть вверх все рычаги вниз я уже делал давайте все рычаги вверх сделаем потом просто загрузимся и все я закрою сейчас все решетки на уровне вообще все закрыл почему-то вот этот а вверх лишь вверх хотел так ну допустим точно все вверх все вот теперь все здорово ампул добрый вечер доброй ночи я даже не знаю лучше бы наверное в киберпанк играл чем вот в это игра в котором можно сломать мозг я сижу уже четыре часа на одном уровне я не понимаю что делать специфический жанр конечно в котором решать загадки на уровне это большая часть геймплея тут они палку перегнули просто так погуглил второй уровень самый сложный в игре вообще самый сложный не знаю скольки но это просто абсурд просто все двери закрыты и все нет дверь не открылась не открылась я не знаю что делал я четыре часа бегаю жму кнопки может она забаговалась поздравляю это всегда приятно осилить ее на сто процентов и наконец-то сказать что yes я ее прошел с ней покончено а я так хочу с этим уровнем покончить но не получается откуда и что на запад на восток я ходил что еще куда мне еще сходить там я был тут я падал во все эти дыры есть какой-то второй этаж недоступный я хрен знает как залезть я все перепробовал правящий крестовый ящик нигдеет а там это вау письмо присылают при ста процентов ничего себе ого так что вот это за точка что это за точка я только сейчас вижу что это вообще точки значит нет мне не сюда все игры этого жанра заплатят запутанные очень запутанные там есть супер хардкорные загадки можно сломать мозг но вот эта игра переплюнула их всех так что это такое что она почему-то стала коричневой что это что это такое что с этим делать это можно как-то нажать что это покрутить ее как-нибудь ау нет ничего здесь не сделать есть какой-то вот этот проход но он не открывается я перепробовал вообще все опять же есть секретная стена которую я вижу за счет того что полную карту нашел простукивать каждый кирпичик я уже и так вот все простучал лежит куртка которого не подобрать не удивлюсь если забаговалась игра вот прям не удивлюсь не удивлюсь может быть на этот круг что-то повесить надо давайте попробуем а куртки я все выкину ладно давайте попробуем меч туда положить может быть меч положить в окно как открыть эту стену вот что надо делать вот он камень который надо нажать ничего не происходит фаерболом можно пахнуть как-нибудь ну хоть чем-нибудь хоть с ноги ты заедь подсказок вообще нет там что то есть но как туда попасть непонятно закроем дверь допустим такое было что закрываешь двери только тогда можно открыть но не тут тут я нашел какой-то ключ а где он применялся тоже я уже не помню наложим камень может камнем кинуть надо в стену может дернуть за эту цепь не дергает хотя я уже пробовал сто раз боги короче поиграно я не знаю что четыре часа на уровне можно с по сайте просто я нашел ключ здесь я нашел ключ нашел ключ тут сюда что надо положить давайте плохое оружие даже смотрите застрял ничего себе какая физика тыкнулся в угол и застрял там обалдеть может быть вот тут какая кнопка нет вот сюда я куртку кидал в огонь куда она ищет у нас сгорелось что ли так почему этот рычаг вверх он же должен быть вниз он должен быть вниз он должен быть вниз может быть в этом причина из того что этот рычаг я случайно не нажал теперь там что-то откроется на уровне выше хотя я все уже проверял двадцать тысяч раз уже и еду скидывал на этаж ниже и камни кидал может быть тут что открылось черт ну врагов я давно всех перебил в тех же легенд оф гримроках были крутые загадки там где-то надо было спиной идти чтобы лабиринт пройти где-то надо было ну в общем интересно было здесь же какая-то хрень вообще бесконечно бродишь по комнатам вот враги сверху которых убить нельзя никак они ты по ним ударишь раз они убегают кстати это был единственный рычаг который случайно оказался повернут вверх а не вниз может быть из-за этого я не могу на следующем уровне пройти никуда что же это может быть так теперь попробовать мне сходить все рычаги вниз потом вверх 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 один случайный какой-то нет я уже тридцать тысяч раз так делал я нажимал на рычаги так вот он лестница вниз так а вот это что за квадрат подозрительный давайте я потом загружусь если что чтобы не идти назад может быть реально тут что-то произошло где-то в старой локации где я уже был но не возвращался давно так лежит зелье почему-то неподобранное у меня есть карта которая открывает целиком этаж даже этого недостаточно а что там непонятно тут вообще никак не выйти а вот отсюда можно посмотреть что там вот опять эта вешалка куртку на нее повесить не повесишь может быть теперь вот в эту яму надо куда я сохранился зачем так подождите куда это я упал как я мог сюда упасть я не мог сюда упасть а еще и хп отнимают так допустим вот тут что то есть за стеной и оно естественно не открывает ядца просто тут на одном этаже два этажа как бы это абсурдно не звучало на одном этаже два этажа так и есть может даже больше на некоторых то есть вот в рамках одного этажа есть подъем наверх ты можешь упасть на этот же этаж провалившись в дыру чтобы еще больше тебя запутать пойдем сюда наверх бесконечная игра а еще и по карте ходить можно что прикольно так и вот я вернулся в то место в котором возможно нет закрыто все равно закрыто не пройти никак так и тут ты никак не упадешь даже при желании как открыть эту решетку вон четвертые вон точно подоград узнать вот это вон бед вон Попытаться найти это место, как он туда провалился. Не знаю, как. Или оставить это на завтра. Посмотреть. Сейчас попробую посмотреть. Так, ну это я все видел и я их уже поубивал. Так, мини-карты они не пользуются. Он что, скелетов просто уронил, как я пытался, через люк или что? Все рычаги у него почему-то вверх опущены. Точнее подняты. Так, давайте посмотрим на его карту. А, не-не-не, он только сюда пришел. Он только сюда пришел. Так, как надо где-нибудь найти место, где он карту открывает. Вот он карту открывает. О, абсолютно то же самое, что и у меня. Как, что он сделает? Фигней какой-то страдает. Так, а откуда взялся вот этот тупырь у него? Так, не понял. Откуда этот ассасин вылез? Открой карту, покажи мне, где ты его нашел. То есть тут босс какой-то должен появиться, а у меня он не появляется. Так, покажите еще раз. Так, ну-ка, ну-ка, свою карту глянусь. Я не понимаю, как он пробрался, как он сюда вообще попал. Причем у него проблем с этим вообще никаких. Видимо, он играет не первый раз просто. Что нужно сделать, чтобы ППС на второй этаж? Что? Где? Так, вот карта у него открыта. Сраный, YouTube еще не грузит ничего. Ну, ты будешь проигрывать, нет? Да хочу в 240 пэта мне, блин, загрузи этот видос, покажи. Как он сюда попал? Вообще нихрена не пойдет. По видосу невозможно понять, где человек находится и что он делает. Вот он нашел карту. Тоже не может понять, как пройти в секрет. Мы уже дергали. Жаль, конечно, жаль. Но карта вообще чертовски полезная. Вообще огонь. Пожалуйста. Так что вот. Как он поднялся наверх сейчас? У него просто проход наверх открыт. Где он его нашел? Вот что за лестница? Так. Где ты на карте находишься, не пойму. На первом этаже, что ли? Так, ну вот он идет под этими люками. Сейчас он выйдет на этаж выше, я правильно понимаю? Нет, он поднимается выше. Там закрыто, ну, допустим. Тут тоже закрыто. Тут закрыто. Тут закрыто. Ну, короче, у него будет где-то дверь открыта, где у меня будет закрыто. А, ну да, я не там повернул. Красавец. Великолепно. Вот оно. Сюда нам. Так, сохраняемся. Я вот опять не понял ничего. Ни хрена не понял. Что, серьезно, что ли? Там был проход все это время? Погодите. Он и... Это, походу, и я. Я страшнейшим образом затупил. У меня же тут... Вот он, проход. Вот он. Вот он, лестница наверх. Вот, я здесь был. Я здесь взял предмет и пошел назад. Почему не поднялся по лестнице? Вот поэтому. Короче, 4 часа минус. Я не заметил вот этот вот проход. Вот он, был. По этой лестнице я не поднялся. Я думал, что это вот этот проход. Ой... На самом деле, загадку я давно эту разгадал. Просто... Просто капец. Я не увидел бы элементарный проход наверх. Ой, дурак. Самый дават. Так, ни хрена себе кританул. Алло. Похиль, пожалуйста, товарища поехавшего. Это, кстати, первый бой с четырьмя одновременно прокачанными скелетами. Давайте с ноги ему доедем. Криты повалили. Я понял, в чем прикол. Я вот зашел на уровень вот через проход. Я сюда пришел, и здесь была решетка закрыта. То есть карту я открыл, и пошел тут ходить. Все эти рычаги надо было опустить вниз, и она поднялась. Но я почему-то вот... Я исходил весь уровень раз в шесть, но сюда я ни разу не ходил. Потому что тут было закрыто. А оказывается, я его давным-давно открыл, и ходил нарезал круги. Ну это ж маразм. На самом деле... Блин, обидно просто, потому что столько времени я потратил. Кольцо подбирай, потом посмотрим, надо или нет. Кто-то получил ловелап. Самус получил ловелап. Почему мы и качнем, что у нее есть. Увеличивает лечение способностей. Быстрое исцеление, двойное исцеление. Ну и качнем. Наконец-то прогресс тут какой-то, а. Что это там такое? Мечется из стороны в сторону. Все эти рычаги я понажимал для того, чтобы можно было пройти. То есть я открыл себе путь и закрыл дырки в болото. То есть я бы упал вниз. А теперь я могу пройти. Вау. Спустя 4 часа. Пожалуйста, похилите дядю у меня раза 3. Леху похилите раз, два, три. Слабенький хитерам. Слабенький хитерам. И в настройках нельзя отключить вот это замедление боя. Прям фишка игры какая-то. Еще кольцо нашел. Положим. Пойдем дальше. Да, вот теперь наконец-то я открываю эту решетку. Наконец-то я подбираю эту кофту. Я их убил снизу. А это штаны? Ну хоть штаны, она надеть не может. Не только для война. Штаны. Все равно запилена дверь. Еще выше может. Тут 3 этажа на этом уровне минимум. Даже может быть 4. Так, можно пройти сюда. Но можно. И вот сюда сходить. Возможно здесь и будет босс. На каждом этаже босс. Как я понял. Чтоб жизнь медом не казалась. Опа. Фига какие пошли рыцари. Одиночки. Так, вот так. Давай баф мне. Скелеты, наверное, в кости горят. Давайте попробуем поджечь. Уклонился. Я даже не могу приставить. У него 800 жизней. 34 урона. Почему-то они сами цели меняют. Хотя я не нажимал. Так, пожалуйста, хильни кого. Давай себя хильнешь. Раз. Себя хильни. Два. Костани броню на себя. Три. Так, он убил даже у меня кого-то. Охренеть. Сваншотил мага. Сейчас убьет и другую. Не, я его не убиваю. Мне не хватает урона вообще, чтобы его убить. И он цели выбирает рандомно. Я вообще не понимаю, как этого избежать. Вроде у меня есть приоритет. Есть агры какие-то. Но все равно он бьет магов. У которых приоритет низкий. По атаке. Нахрен нужен танк, которого никто не трогает. И это просто обычный моб. Это даже не босс. Это чемпионский моб. А вот такие в игре загрузки. Если ты сдох, тебе придется полчаса сидеть ждать. Пока она загрузится. Так, вот сейчас они выбежали, по-моему, без неба. Но мне же лучше. 60 опыта за скелетом, которого он убил. Мать. Крип на 16. Красавец. Так, с него что-то выпало. Штанцы. Еще штанцы, да? У кого штанцов не осталось? У тебя? А ты не можешь их носить. Вот она не может. Уровень 2. А на уровень 2. Вес 5 килограмм. Что это за штаны такие, которые 5 килограмм весят? Вы что гоните? Из чего они сделаны? А на вид? Обычные штаны. Так. Кровотечением попробуем. Давай броню на кого? На него. Давайте попробуем холодом. Какой атакой он... С другой стороны можно отходить вот так. Когда он делает разрезание. Там можно просто делать шаг назад. И просто вот таким его образом зачистить. По-моему это супер крутая тактика. Ах ты гад. А он тоже умеет в бокс заходить. Так, тетя, пожалуйста, вылечи его раз. Вылечи ее два. Кастани на нее армор 3. Хотя, скорее всего, она уже топнет. Она не доживет просто ни до чего. Так. Финиш мув. Давай по нему. Бахни. И ножом. Раз, два, три. И давай еще ледяные стрелы. Разрубание его выключено. Больно было. Дали ачивку. Это из-за того, что я на полтине кританул? Давай, я с ботинкой его. Он сейчас грохнет. Да, я сейчас труп. Да, у меня сдох мой вояка. Каковы мои шансы его выпилить без воина, без танка? Парирование. Ничего себе. Моя магичка запарировала удар. Так, потихонечку ковыряем. Так, давай хиле-ка ты себя. Раз. Он на 101 ударил. Вы что, гоните? На 101 урон. Ты что, издеваешься, что ли? Жулье. Какое нафиг 101 урона? Ты там не обалдел? Так, почти запинали. Почти. Так, давай вот этим добьем. 18 секунд. 12, 25, 17 жизни. Еее. Еле-еле запинали мини-боссы. Минус броня, минус уклонение. Так, кому? Тебе? Тебе? Тебе, что ли? О, вот тебе она все в плюс дает. А вот эту можно выкинуть. Шашку тоже выкинуть. Так, что у тебя за штаны? Броня 8. А, эти штаны только ему. А эти штаны ты можешь надеть? А вот эти может. Короче, очень странно. Что за кольцо? Сила воли, поспешность. Кто-нибудь есть без колец? Нет, уже у всех давно по два. Вот, посмотрите, наводишь на кольцо, открывается просто ворох статов ото всех. И непонятно, кому, что, у кого, какое, блин. Триндец какой-то. Ваша группа перегружена, свет не перемещаться смеленно. Все, выкинул. Как он? Продолжаем движение. А что он охранял вообще этот скелет? Сапоги. И он сразу их напярил, что ли? А нет, не напярил. Сила, сила воли, выносливость. Окей, надел. Кафтан какой-то модный. Зеленый. Накормит всю группу. Невозможно использовать время поеда, которую восстанавливает. Отлично. Теперь у нас у всех есть накид. Просто похиль мне бойца. Так, кто это такой? Вы кто такие будете? В плащах. Скелеты-лучники так сзади, что ли, выглядят? В смысле в недосягаемости? Вы издеваетесь? А, это скелеты-кастер? Гританул на три скелета, и ты орешь так, как будто на сто урона. Нашли какой-то меч. Давайте заценим, что за меч. Урон 4.9. Дерьмо, выкинусь. Гулава. 4.9. Выкинусь. Хотя она синяя. Клиток. Даже из-за того, что она синяя. Монетарь забился. Возможно, есть смысл использовать хавку, чтобы пополнить жизнь, как можно быстрее. Так. Мне же вот сюда. Покушать. Скорее всего, это просто на этой сложности не актуально. Лечение такое. Потому что ты вот пока идешь до следующего боя, ты так или иначе отрегенешь и жизнь, и мат. Какой в этом смысл? Так, а вот эта, зараза, опасная. Попробуем ее холодом, раз она хаос. Попробуем ее холодом. Прерывал его атаку. Давайте метнем ножик еще на 20 крит. Неплохо он дамажит моего танка по 40. Хоть танка дамажит. Еще холодным его, еще на тебя ножей. Наверняка есть. Здорово, Леха. Привет. Добрый вечер. Какую-то книжку нашел. Вау. Что мы тут сделали? Что за книжка? Редкая фолиант. Второй уровень. Наверное, магу он надо. Да, все, она ее тут же напялила. Найс. И она взяла уровень. Что мы можем ей качнуть? Сокращает время применения способности морозной стрелы. Огонный шарф. Взрыв врага. Критический удар способен способности огонный шарф. Мне бы что-нибудь пассивное включить. Вот морозное заклинание. Крит. Создаю ледной щит. Качну заморозку на вторую уровень. Пускай будет. Не открыл там один кубик. Я же потом столбаюсь сюда идти, чтобы этот один кубик дооткрывать. А, и тут какая-то повязка. Подвеска. Ловкость, выносливость, поспешность. Но тебе это надо. Кастуй, пока молодой. Так, а это что за лестницей? Здесь какая-то по центру дырка. Надо на нее встать, чтобы карту открыть. Так, а это что? Что это такое? Покушать. Короче, давай съедим что-нибудь, браток. Батон вот этот. А, не все едят. Ну ладно. Как же хочется уже пройти этот уровень, наконец. Пойти спать. Броня. Кожа. Уровень 2. Легкость, выносливость. Ловкость. Кому нужна ловкость? Тебе нужна ловкость. Поспешность оценивания противника. Угодительность и поспешность. Ловкость, наверное, тебе нужна. Ты же ловкий, смелый, умелый. А вот эту броню ты можешь надеть теперь? Да не может она. А ты можешь? И ты не можешь. Ловкость у нас ловит. Так, подожди, и ты не можешь? Ледяной нагрудник чемпиона побега. Прекрасный нагрудник. Рейтинг брони 51. 71. 70. Блин, я не понимаю. Как тут дебильное оценивание предметов. Нифига непонятно. Так. Я могу спрыгнуть вот сюда сейчас. А оно мне надо? Нет, не надо. Давайте сначала сходим туда-назад. Мне кажется, это конечное здесь. То есть еще вот тут есть какой-то проход. Потому что если я спрыгну, то мне придется... А, понял. Все, все, все. Спрыгивать надо. Так, еще раз куда спрыгивать? Сюда же. Так, к этому гаду летающему. Минус 25 хп за падение. Броню на него. Давай ножом его долби. Ты давай тоже кидайся. Ты морозь. Так, минус 35 его. Оно, ошибись. И хил ему. Он промазал. Еще две заморозки накинем. Собьем. И вольную стрелу. Еще похили его. Хотя броню тоже можешь набросить. И можно кинуть нож. Что-то прикольно. Он летит вне очереди. Почему-то броня ушла в КД, хотя я ее и не использовал. Очень странно. Так, еще давай ножи. Ты еще холоду подкинь. Тоже ножей давай. Минус 30. Урон просто конский. Другие персонажи такого просто не способны выдержать. Так, это типа амулет, да? Пойдется вот сюда. Я даже читать не буду, что он дает. В любом случае, где там пусто было. Пускай они уже. Еще у меня есть такая привычка экономить предметы. У меня может быть миллиард зелий. Я буду думать, что они мне все понадобятся в финале. Прям все до одного. А вот и босс. А вот и первый, точнее второй босс. Я не полечился даже. Совершил большую ошибку. Выходи из сумрака давай, упырь. А что я его бить не могу? А, вот выделил. Раз, два, три. Давай. Ну, раз, два, три. Замораживаем. Раз, два, три. Сапогом пожорим. Вахту. 1900 жизней. 1900 жизней коровы. Гританул на 25. Красиво. Минус 18. Можно завершающий удар. Давай еще холодно. По-моему, мы его неплохо морозим. Он сваншотил тетку. Охренеть. Конечно, еще круто, что он умеет телепортироваться. Без моего основного ДПСера валить его очень не очень. Он просто перемещается за спину. Окей. Я понял. 18. Физически прокачаться на этом уровне больше негде. Взять где-то еще каких-то предметов тоже. То есть это... И это он еще не трогает моего вот этого. Уорфа. Кастаника бронет. Так, я могу зелье выпить? Да, оно вне очереди бьется. И это хорошо. Жаль, что маг не получит экспы. Так, у меня есть сапог. Лови вот это. Лови вот этот нож. На пятнашку. Половина хотя бы почти отнял. Будучи без основного своего дамагера. Который сдох. Скорее всего, меня сейчас убьет. Раз, два, три. Половину жизни я у него еще не отнял. Че так сложно-то, а? Маиру, я наконец-то ты что-то заблокировал щитом, который я тебе не просто так вообще-то давал. Мне кажется, проще загрузиться. И попробовать сохранить жизнь мага. Потому что чисто без одного дамагера его ковырять... Там куча урона могла влететь. И криты от огня, и плюс замораживало. Просто я не уследил немного, сколько он ей выписывал. Неужели он ее в ваншоте вообще? Это не есть хорошо. Так, ну и... Так. Выделили раз, два, три. Броню нанести... Ау, блин, я забыл. Так, надо загрузиться. У него жизни половина. Надо сейчас похрумкать хлебушко. Или просто постоять. Сейчас завалим. Так, все похилились. Так, все похилились. Все, найс. Можно сражаться. Второй босс. Ассасин. Давай броню. Ножи заряжай. Понимаете, какого-то школьника запихали. Фаната сталкера. Косплеера. Засунули. Так, 27, 16, 16. Огонь, холод. Холод. Так вот, бахнет. Все, поехали. Так, он стал бить моего мага. Ты не охренел или мудак? Как мне тебя спровоцировать, упырь? Вот, правильно делаешь. Ее бей. И вот. Опять он по ней бахнул. Лах ты гад. Так, а есть тут... Тип огненный, мороз. Тут нет никакого показателя провокации даже. 400 хпм снял. Еее, красиво ковыряем. Пожалуйста, похиль ее раз, похиль ее два. Все, нормально. А шрыться еще поживет. Вот она нет. Да, по 14, пускай калаяет, нормас. Так, тут еще ледяными заклинаниями пускай будем долбить. Так, это было больно. Это было опять достаточно больно. Давай-ка на него броньку раз, похилим раз, похилим два. Так, все, с нашим магом все в порядке. Тут мы делаем разряд на 20. Че так мало? Это же самый мощный твой прием. Еще давай ему хилу. Подкидывай. Ботинком бахнем. Какой-то урон просто смешной. Вообще ничего не наносит. Отпивай еще ножей подбрось. Кинь нож, пулаков. Накинь. Половину хп снял. Тетя, давай лечи его, он сейчас отъедет. Давай броньку на него раз. Можно броньку? Не хватает нам. Так, ну давайте тогда зелье выпьем. Найс. Так, тут разряжаем ножик, который вообще ни хрена не нанесет. Уже полетел. Броника не хватает. Сколько мана на нее надо? 20. Мана 30. Хил 19. Давай хотя бы хил. Два штуки. Хватает нормально. Живем. Немножко осталось. Заковырять супостаток. Раз, два, три, четыре. Ботинком лови по морде, гад. А мана в бою вообще никак не останавливается. Так, ну давай выпьем чуть маны. И ты кастанешь на него броню и полечишь еще раз. Нашего элементального мага маны хватает. Радует. Уклонение. Коварный гад. Скастовала ледяную броню, которая уже поглощает дамаг. Живем. Осталось 360 жизней. Лови ботинком по морде, гад. Давай еще заморозочки. Еще немножечко. Нет, он не телепортировался никуда. Раны. Вот, теперь телепортировался. 75 жизней осталось. Еее. Это был Джадл. Очередной беглец, который дожидался нас здесь, чтобы сразиться. Может он пожертвовал собой, чтобы остальные могли сбежать? Сомневаюсь. Это не в его стиле. Его посадили за многочисленные убийства. Едва ли он гуманист? И это не объясняет, почему он находился в запертой комнате с кучей смертельных созданий. Сейчас мы эту загадку не решим, так что идем дальше. Нашел ключ, нашел супер кофту убийцы. Супер куртку. Сила 2, ловкость 1. Ладно, теперь у меня есть ключ. А, он был в этой комнате. Я эту комнату видел. С этой стороны. Потрясающе. Это бесконечный второй уровень, возможно, сейчас будет даже пройден. Но это не точно, да? Здесь есть какая-то замоченная шкважа. Сейчас мы ее проверим. Или там рычаг с другой стороны. Реально открывается с этой стороны. Е-бой! Кто здесь? Так, ого! Ты кто? С тобой мы уже встречались. Броню на него раз, хил на него два, хил на него три. Метай в него ножик. Метай ножик. Два-три. Давай, метай ножи. Замораживай. Все по классике. Поехали. Теперь не такой страшный после того упыря. Лови ботинком по морде. Крик на 20. Крик на 14. Перестало что-то налечить его Так, что это выпало? Колечко Которых у меня уже хрен его пущен А вот зелья это хорошо Зелье тяжело было хвалить Супостатно И наруч тоже неплохо Что за наруч? Где он, кстати? Золотой Бдительность, поспешность Давай, ты наш дамагер Тебе надо, наверное, как можно быстрее кастовать Как можно быстрее избавляться от маны Это тема Так, мы открыли еще один срез назад И теперь мы можем подняться еще выше Уровень 3, ачивка И, наконец-то, свершилось Мне не нравится это место Мы погружаемся в подземелье далеко от нашего поста Даже если приближаемся к поверхности Как мы можем погружаться в подземелье, если мы поднимаемся вверх? Это явно катакомбы Здесь были погребены те, кто погиб при строительстве подземелья Точнее, здесь они сгнили и были сожраны грызунами, насекомыми В нормальных похоронах речи не идет Формально они погребены десятками метров под землей Они были воскрешены некромантом, чтобы бродить здесь вечно Мы видели здесь целую кучу и конца края им не видать Ладно, поэтому идем дальше Все равно обратного пути нет Прям из Legend of Grimrock взяли Ладно, ребята, спасибо, что смотрели на сегодня все Прошли этот идиотский непроходимый этаж кое-как Поехать от этой игры можно Ну, вроде сейчас пошло Не знаю, как дальше пойдет Может, завтра еще сыграем, а там будет видно Не стоит продолжать, не стоит Надеюсь, дальше такой фигни не будет Хотя я уверен все-таки, что будет Куда же без фигни Неочевидный, непроходимый, отстойный Доброй всем ночи, до завтра, приятных снов Счастливо!